С чего мы сегодня разгон начнем? Я написал с чего. О, круто. Ну, раз ты написал, тогда рассказывай. Короче, в больших рыбах у нас этого нету, но у Apple в паблик вышла версия 18.1. Это первая версия с Apple Intelligence. О, точно, что-то пропустил вообще это мимо. Ну-ка. Да, ее теперь можно скачать на любой Mac, на любой iPhone, iPad'ы, соответственно, тоже, и включить Apple Intelligence. Единственное, что для того, чтобы включить в Европе надо извернуться. Ехать из Европы? Ну, во-первых, либо уехать из Европы, либо немножко извернуться. Там доступна генерация текста, вот функционал весь Grammarly, саморизация и вот по прочее удовольствие. Но вышла еще и бета 18.2, которая у меня стоит. И вот там появилась интеграция Siri и чат GPT. Интеграция Siri с чатом GPT. Так, а изворачиваться как нужно? Что не так? Чтобы все это запустить, ты имеешь в Европе? Да, да, да. Надо создать американский Apple ID. Да, блин. Спасибо, до свидания. Перевести. Ну, кстати, возможно, на Mac'е надо будет просто поменять регион на US. А ты на Mac'е еще не обновлялся? На Mac'е еще не обновлялся. Потому что у меня прилетала обновка, но я ее что-то скипанул. А вот у ее уже почему-то не стало. А нет, все еще есть. Sequoia 15.1. Да, 15.1. А там тебе будет доступна саморизация текста. iPhone Mirroring, Eraser. Проверка ошибок. Videoconference, Maps, Notes, Photos. Не написано ничего отдельно. Про AI. Странно. Странно. Ну, короче, теперь Siri работает с чатом GPT. Может, там сверху еще что-то летит. Если она что-то не знает, она отправляет запрос в чат GPT, а не знает она практически ничего. Плюс ее отдельно можно сразу просить Ask чат GPT и дальше свой промпт. Ой, это хорошая новость. Это прям хорошая новость. Спасибо тебе. Вот. И получается, соответственно, ответ. И завезли генерацию картинок, но она доступна через waitlist, в котором я стою уже неделю. И я посмотрел примеры того, как люди генерируют картинки. И понятно, почему waitlist. Потому что это выглядит так, как будто бы самые-самые-самые хипы джуны из стейбл-дифьюжена пошли и создали свой стартап три года назад. Ну, окей. Ну, а чего всем не раскатить, просто назвать это бета, и все. Там так и написано бета. И это все генерируется на девайсе из прикольного. А, ну это похвально. Слушай, а можешь еще раз рассказать, как учетку на американскую перевести? Просто я из тех людей, которые пользуются MacBook'ом пятый год, и у меня больше ничего, кроме MacBook'а, из Apple'овской инфраструктуры нет. Поэтому Apple ID использую только для двух вещей. Первое, это чтобы залогиниться в MacOS, когда устанавливаешь ее, то есть два раза в жизни в моем случае, когда я, ну вот, первый покупал, второй. Второй кейс, когда я на Apple подкасты захожу, чтобы наш подкаст, там, статистику посмотреть, там тоже нужен Apple ID. Больше я нигде его не использую. Поэтому сложно ли это поменять его на американский, нужно ли это прям пересоздавать аккаунт? В случае с iPhone'ом тебе нужно создать просто новый аккаунт и добавить его дополнительным. То есть из своего выходить не обязательно, можно добавить второй Apple ID. И тогда все заработает. Инструкции есть в интернете, как это делается. А в случае с MacBook'ом, по-моему, там вообще не нужно ничего делать с Apple ID. Нужно просто поменять регион компа на американский. А, о, если это так, то это вообще удобно. Попробуй сегодня после подкаста. Спасибо за инфу. Кстати, раз уж про Apple начали, не могу не поделиться тоже приятной новостью, что вышли с AI, хотя связано с AI. У Apple сейчас неделя презентации, ну и таких типа анонсов, не презентации анонсов. Они наконец-то MacBook'и на M4 процессорах анонсировали. Да, 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 да. И с одной стороны круто, с другой стороны я вообще не огорчился, что я буквально вот сколько, четыре месяца назад купил себе M3 Max в самой максимальной фаршировке. Потому что M4 Max не сильно, типа, лучше M3 Max'а. Стоит столько же, и там прикол в том, что они сравнивают его с M1. Они уже настолько привыкли все сравнивать с M1, чтобы не показывать, что относительно предыдущих поколений там рост буквально десяток процентов, не больше. Они и часы десятые сравнивались с шестыми. Ну, то есть они меня порадовали. Они, считай, сказали мне, что, чувак, у тебя хороший комп. Нет, тебе надо будет обновлять свой M3 на M6, скорее всего. Я думаю, даже на M8. При том, что я аж обновился прям с M1 с самого-самого первого 2000 года на версию 2003 года. Там три, даже четыре поколения прошло. А прирост скорости в, например, видеомонтаже вообще практически никакой. Ну, то есть это не кратный, не кратный. Да, видео перестали тормозить, но не кратный. Это был мой основной вискейс. Кратный прирост в том, что можно много приложений параллельно запускать. Это да. Можно и монтажить, и лампки крутить, и докеры. Ну, как бы на M1 я мог только докеры и монтажить. Это не сильно большая потеря, да? Вот. Но если вдруг кто смотрит, можете посмотреть. Они еще выпустили Mac Mini на M4. Вот Mac Mini прям как домашняя станция. За 700 баксов минимальной комплектации, которой за глаза хватит, если у вас там кейсы ходить в интернет кино смотреть. Прям красота. Он еще настолько маленький, что мне кажется, что следующий айфон будет на M1 процессоре. Кстати, вполне. Вполне. Почему бы нет? Энергоэффективность, я думаю, у них уже приближается. У айфонов там какое? R? Или Bionicle? Не помню, как он называется. Он A. А, точно A. Ну и раз уж у нас подкаст про Apple, то хочу еще посмеяться над вами. Так, давай. Как можно было второй раз в жизни... Ну ладно, не второй, а там какой-то третий или четвертый раз в жизни. Но через большой промежуток времени обновить мышку, поменять Lightning на Type-C, оставить снизу ее. Да, да, да. Но ты же знаешь эту... эту теорию, почему снизу? Почему? Я не знаю. Ну, ходит слух, что дизайнер мышки специально придумал порт зарядки снизу для того, чтобы ты обязательно его не забывал вытаскивать. Чтобы никто никогда не увидел Apple-овскую мышку на проводе. А-а-а! Ну, слушай, редиски, но с точки зрения бизнеса прям... Да, потому что ты так можешь поткнуть и забыть, вытащить, и будешь на проводе ее держать на зарядке. Не будет не фешенебельно, да? Да, да, да. Нормально, нормально. А еще меня умилило. Умилило то, что на Mac Mini кнопочка выключения с задней панельки перешла на низ. Да. И очень много подхерта было в Твиттере на эту тему от людей, которые не знают, что Mac выключать не надо. Вот, да, да. Это же настолько изящный намек на то, что, чуваки, наш комп вообще-то выключать не нужно. Да. И я, как человек, который еще по более-менее свежей памяти Windows, там, четырехлетней давности, я помню все ощущения, когда мне рассказывали, что Mac не надо выключать, я думал, вы что, по тю-тю? Как это комп не перезагружать хотя бы раз в несколько дней. А действительно, да, действительно, я вот свой новый MacBook за четыре месяца перезагружал, знаешь, сколько раз? Когда обновлялся, наверное. Нет, ноль. Ну, когда обновлялся, это не считается. Вот так, чтобы он у меня завис, ноль. А, нет, такое случается. Обычно после такого статьи на заверш выходит, когда Mac завис. Да. Предыдущий мой Mac зависал буквально по пальцам, три раза. Я их все помню. Он зависал, потому что я в основном какой-то софт в Брю ставил непонятный. А, и один раз он мне перезагрузился. Кстати, один раз у меня новый перезагрузился, когда я LLM-ку суперздоровенную запустил, он всю память выжал. То есть, Mac не выключают, их не надо выключать. Ты закрываешь крышечку, и он уходит в какой-то супергибернационно крутой режим. В Виндии тоже такой режим. Был гибернация, когда ты закрываешь крышечку, он уходит. Ты открываешь, и как бы эта гибернация, это пару десятков секунд запускается. Ну, может, пятерку. А тут ты открываешь, будто бы не выключал. К этому... Я до сих пор, кстати, к этому не привык, что ты закрываешь Mac, и он вроде как не работает. И ты такой думаешь, блин, может, он сейчас работает, и вот он в рюкзаке сейчас нагреется, и вся батарейка высадится. Ну, он чуть-чуть там работает, там какие-то процессы. Ну, совсем минимально. Потому что на Виндии такое часто было. Ты закрываешь спячку, отправляешь комп, кладешь рюкзак, а потом оказывается, что там крышка была слегка приоткрыта, он включился. И он разрядился нафиг. Да, и у тебя что-то, что-то у тебя спина жжет. Ты смотришь, а у тебя там все, пипец. Короче, Mac'и молодцы. Кнопку вниз поместили, вот приучают. Прям молодцы. Да? Я даже захотел себе Mac Mini. Не знаю, зачем он мне нужен, но прям захотелось. Ну, к нему нужен хороший монитор. Но я хочу свой обновить. Моему уже 5 лет, он немножко подключивает, так что может быть... А почему хороший монитор к нему нужен? Что значит хороший монитор? Ну, 4К, IPS, вот это вот все там. Там есть нюанс. Редину выдержал. Есть нюанс. У меня 4К IPS, но у меня он нестандартный ширины, 34 дюйма широкоформатник. И Mac'и, если вдруг кто-то захочет монитор покупать, то смотрите, эти Mac'и не поддерживают нестандартное разрешение до сих пор. То есть у меня, например, я очень долго привыкал к тому, что у меня буквально каждое приложение надо масштабировать, чтобы текст отображался там с моим удобным шрифтом. Так в Mac'и же по факту у тебя только одно разрешение есть. Вот это вот ретина разрешения. И остальное это скейл просто. Да, но у тебя при нормальном монике все скейл одинаково. А когда у тебя моник нестандартного размера, оно в разных апках скейлится по-разному. А, блин, неприкольно. Да, это прям не сильно прикольно. В частности, из-за этого вот ARC меня спас. Я же на ARC пересел. Спасибо тебе. Да, пожалуйста. Я теперь полностью на ARC. У нас сегодня про него новость будет. Я до ARC страдал. Почему? Потому что в Mozilla шрифта в Firefox я как раз-таки масштабируюсь вот так вот кривенько. То есть на мониторе я масштабирую большом, мне нормально. Перехожу на моник маковский, там супермелкий шрифт. Приходилось в настройки Firefox лезть, изменять систему на настройку, и тогда шрифт становился нормальным. Потом, когда я включал обратно большой моник, надо было эту настройку обратно менять. Мое-мое. В ARC такого нет. В ARC все нормально масштабируется. Я прям кайфую. Не, ARC очень прикольный. Ну, это Chromium. Ну, это Chromium. И это хорошо, что это Chromium. А вот новость будет, которая меня не очень порадовала. А вот мы ее обсудим. Ладно, ладно. У нас сегодня новостной выпуск прямо с самого начала. Я предлагаю сегодня, так как у нас с тобой бэкграунд не сильно хороший, мы спали мало, и на нервах слегка бывает такое. Давай я не буду сегодня петь песню. Хорошо, Леш, хорошо. Я второй раз пропускаю. Ничего страшного. Я тоже не буду петь песню. Я тебе более того скажу. Я же хожу к... Опять напишут, что много воды у нас в комментариях. Пусть попьют. Да. Вода — это здоровье. Надо пить водичку. Вода — это жизнь, да. Я же записался на уроки вокала. Я надеюсь дотянуть до того момента, когда я нормально спою. С другой стороны, тогда зачем, казалось бы, нам это все? Ничего, ничего. Полтора месяца. Ты будешь петь, скорее всего, в новогоднем выпуске где-то. Хотя нет, в новогоднем, наверное, мы будем петь вместе. В новогоднем, наверное, мы вдвоем, да, будем петь. Хорошо. Ну, я скажу так, в защиту аудитории, я закоммитился в следующем выпуске петь «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог». Да. Ох. Да. Так что считайте, что мне просто надо больше времени морально с этим смириться. Ну, я жду с нетерпением, так сказать. Ну что, будем начинать? Ну, поехали. Мы живем в коллективной паранои. Я знаю, я знаю. Люди зависит от другого ошибок, чтобы контролировать и эксплуатировать. Мы хотим думать, что мы имеем какой-то форме контроля. Но я не ловлю. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Всем привет-привет! Вы слушаете 46-й выпуск лучшего подкаста про новости из мира искусственного интеллекта. А я и с вами постоянная ведущая Алексей Картинник и... Мне Виктор Шаленченко. Всем привет-привет! Какой у меня сегодня замечательный расфокус. Видишь, камера... У тебя блюр, блюр. Романтичный блюр. Для тех, кто нас смотрит. Да, наш подкаст можно слушать. Спасибо, что вы это делаете. Еще его можно смотреть на Ютубе. Мы выкладываем все наши записи на Ютуб. Если вы хотите посмотреть, в какой обстановке сегодня записывается Витя прямо из пещеры. Он у нас прямо сегодня Caveman, то обязательно заходите на Ютуб, ставьте лайки. Видите, давай мы сегодня попробуем записать выпуск без воды. Давай, слушай. Нам много пишут в комментариях, что много у нас воды. Мы поэтому, да, попробуем максимально без воды сделать. Смотри, сегодня будет идеальный выпуск по версии некоторых наших слушателей. Потому что сегодня мы не поем. Так. И сегодня не будет долгого разгона про наших корешей. То есть не будет воды. Как минимум в начале. Посмотрим на реакцию. Если просмотров будет в два раза больше, то есть там в два раза больше, то я, так уж и быть, буду согласен всегда так делать. А ты? Если в два раза больше, я тогда станцую что-нибудь. Все, забились. Отлично. Тогда давай быстренько расскажем про то, благодаря кому подкаст существует, кроме нас с тобой. Подкаст существует благодаря Энжексу. место для того, где можно стать кем крутым программистом. Естественно. Как я запутался и вывернулся. Все ссылочки в описании. Переходите на курсы Энжекс. Все. Вот так вот быстро? Да. Блин, я... Слушай, это уже мне не было хорошо. Да, обязательно, пожалуйста, пройдите по ссылочкам, потому что от того, пройдете вы по ним или нет, понравится вам контент там или нет, зависит, в том числе, и наше благополучие, наша жизнь, нашего подкаста. В чате у нас уже пишут, что старые фанаты отпишутся, и это хорошее место, напомню, что у нас есть чат в Телеграме. Да, да, да. Эй, подкаст. Максимально уместное место тоже, видишь, никакой воды. Приходите, мы там записываемся каждую вторую неделю, в четверг, либо в пятницу, тоже надо подглавливать нас, и прямо в онлайне можно поучаствовать, типа, подписать на вопросы, и что-то из них мы озвучим. Вот, например, Женя Агантаев пишет, что старые фанаты отпишутся, потому что нет воды. Но для старых фанатов у нас остался костяк наших рубрик. И мы первых. Да, мы остались. Старые фанаты. Что наш подкаст без нас, конечно? Рубрики. Давай начнем с твоей любимой рубрики. Порадуем фанатов. Начнем с моей любимой рубрики «Большие рыбы». Большие рыбы. Большие рыбы. Большая рыба. Да. И сразу же, сразу же, максимально без воды переходим к первой «Большие рыбы». И это кто? Это Майкрософт с их Гитхабом. А я думал, ты просто Гитхаб скажешь. Блин, я даже забыл, что это Майкрософт. Ну ладно. Ну окей, просто Гитхаб. Да, давай не будем обольным. Да, действительно, ньюсмейкером эта неделя стала Гитхаб, поскольку у них прошла буквально вчера, вот в четверг записываемся, вчера закончилась конференция Гитхаб Юниверс. И на этой конференции, вот эта разработческая конференция, показали, как будет выглядеть новый Copilot. Если вдруг кто-то не знает, наши разработчики не только слушают. Это штука для написания кода, они ее супер прокачали. Они максимально... Раннего курсора, как у нас в чате, шутили, да. Да, но они настолько его прокачали, что по факту в каких-то местах... Он очень сильно приблизился по функционалу к курсору. Не до конца, но очень сильно. Там все еще нету штуки, которая может генерить кучу файлов с нуля. Но по некоторым функционалам даже его где-то переплевывает. В частности, интеграция со внешними сервисами. Самое главное, наконец, в Copilot можно выбирать разные модели. Они завезли интеграцию, ведь, с Anthropic и с Google. Компания Microsoft в Copilot. Представляешь себе лицо Сэма Альтмана? Эпоха великого сотрудничества прям. Я, знаешь, в связи с этими новостями я жду, когда в чат GPT завезут Клода, чтобы можно было выплатить. Это, кстати, да. Это ты прям вот вообще хорошо подметил. Да, ну, посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю. С точки зрения продукта это очень крутой мув. Его многие ожидали. Вообще, конференция два дня длилась. Там записи онлайновые есть. Ссылки мы оставим по восемь часов. Я, скажем так, если мы начнем разбирать все, что там было у нас выпуска, не хватит. Плюс это в основном разработки касается. Поэтому можете просто подождать, когда какой-нибудь дайджест выйдет общий. Но в целом там все было вокруг Copilot. Еще они презентовали такую штуку. Они показывали, как пользоваться их старыми инструментами, которые уже давно существуют, про которые, возможно, не все знают. Показали. Помнишь, Workspace такой инструмент был, который типа сам из ИШО генерит прям полреквесты. Да-да-да. Инструмент наконец-то на периле, и теперь он выступает как WebID-ешка. То есть ты заходишь такой в... Ты делаешь полреквест. У них появился GitHub ревьюер. Прямо вот в списочке на GitHub, когда делаешь полреквест, создаешь, можно выбрать людей, которые должны отревьюовать. Один среди них GitHub ревьюер. Если у тебя есть Copilot, там есть GitHub Copilot. Можешь его выбрать, он подключается, ревьювает твой полреквест и оставляет комменты, где бы он что исправил по коду. Дальше ты можешь в этих комментах ему либо сказать нет, это не подходит, либо переделай. Он предлагает другое решение. Ты можешь прямо в комментах этот код попросить его добавить в полреквест. То есть это момент программирования. А зачем здесь лишняя прослойка программиста тогда? Не, ну ты контролируешь процесс. И если тебе вдруг совсем не понравилось то, что он сделал, то есть вот он там вообще какую-то билиберду написал, ты сможешь нажать править это в Workspace, у тебя откроется отдельное окно не с ADE-шкой Visual Studio, про которую мы узнали в прошлом выпуске, которая по точке вызывается позапрошлым. Открывается именно интерфейс Workspace. Он отличается тем, что в этом интерфейсе ты промтом пишешь, что тебе надо сделать, то есть он берет комментарий свой, на который ты вызываешь в Workspace, как изначальный промт, изначальную задачу. Ты дописываешь, что тебе тут не нравится, что надо сделать, он тебе генерирует в Workspace. Workspace выглядит, наверное, как артефакт кодовский. У тебя справа окошко с кодом. Даже не как артефакт, а как новые эти, чарджи пятишные, это забыл, называется у них окошко с генерацией кода вылетело из головы. Интерпретатор. Не интерпретатор, а новый вот этот вот, а не редактор, который вы ввели. Напомните в чате, как он называется, что-то я забыл. Ну, в общем, неважно. И, значит, и ты прям в этом окошке справа можешь код редактировать. То есть они сделали такую ADE-шку на минималках. Ты прям из полу-реквеста вызываешь ADE-шку на минималках, где можешь либо промптом, либо руками сделать код, как тебе надо, либо можешь даже просто написать, пожалуйста, разбей по задачам вот этот комментарий и по задачам его прям запиши, там, сделай кучу файлов новых. И потом это в коммит и в полу-реквест. То есть они воркспейсе, которые были не пришей, а были хвост, непонятно, зачем они нужны были сами по себе. Они их реально в удобное место в полу-реквест. Это мы скоро увидим. И еще из интересного показали такую тулзу как Copilot Spark. Пока что к ней доступ по вейт-листам, но обещаю, что это будет какой-то новый путь для создания сайта. Какой-то еще один ассистент для не написания кода, а именно для создания сайтов под ключ. Сейчас я даже свою заметочку найду. Новый ассистент для разработки веб-аппликейшенов полностью через натуральный язык. То есть просто промтами пишешь, что тебе надо, и тебе апкогенерируется, как это у репли-тест сделано, у Vazir. Ну, наверное, из основных я бы выделил это все, что мне в голову легло. Хотя я просмотрел только половину, честно говоря, много пропускал. И последнее, что хочется сказать, мне порадовало, что они заинтегрялись со многими внешними компаниями. В Visual Studio код теперь можно через собачку вызывать прямые интеграции у Купайлота с другими проектами, и в частности у них появилась интеграция с Perplexity. И что, ты типа можешь серчить салюшены какие-то? Ты нажимаешь, вызываешь, пишешь собачку, пишешь Perplexity Search, ну, или тебя автоматически поставляется, и дальше ты пишешь поисковые запросы, и, видимо, Perplexity на своем боку сделали какой-то специальный endpoint, который серчит именно по IT-тематике, по программерской тематике. И это все отдает Купайлот. И я прям порадовался, потому что они позвали на сцену SEO Perplexity, вот это вот, забыл, как его зовут, Аарон, не Аарон. Короче, парень просто вышел, у него в глазах прям видно страх. И он стоял там, рассказывал про эту интеграцию, а я прям сижу и такой, у меня прям гордость за него, знаешь, потому что, блин, чувак буквально, ну, год назад был там линейным ML-разработчиком, или кем он там был, ну, короче, разработчик, линейным специалистом и тут, и Microsoft с ним работает, и те, и те, все и хотят, еще и там к соучредителям белорусов, я думаю, пипец, молодцы, у меня прям слеза навернулась. Какая же милота. Ну, что ж, ждем на IT-бороде, я надеюсь, когда-нибудь SEO-перплексити. И еще из забавного, прости, ведь, самое последнее из забавного это то, что они все свои демки показывали в ARC-браузере, не в Эджи. В ARC-ке? В ARC-ке, да. Серьезно? Да. Я даже в чате написал, типа, серьезно, чуваки из Microsoft показывают все в ARC-ке, но никто не ответил. На MacBook'е, я надеюсь. Вот это не помню. В ARC-ке, ARC-браузер. Да уж. Ну, окей. Еще что-нибудь интересное? Нет, все, все. Остальное смотрите, ссылки в описании. Остальное вода, карпачи, я понял. Ты сказал про перплексити, давай к нему и перейдем. Соответственно, перплексити повышен в ранг больших рыб теперь, раз уж они там на одной сцене с Microsoft'ами и GitHub'ами тусуются. В перплексити появился Reasoning. Как тебе такое? Я в шоке. Ну, давай так, не для всех на платные подписки и пока что в режиме бета-тестирования и только для, как они сами утверждают сложных запросов, и они сами будут выбирать, что есть сложный запрос, но тем не менее. У них уже, в принципе, был похожий механизм, который, знаешь, работал, ну, ты когда просто в перплексити, по крайней мере, на про-подписке, вот у меня про-подписка, ты когда серчил, то там показывалось, как он думает. То есть, это было что-то похоже на O1. Но тут, я так понимаю, они, во-первых, реальную O1 встроили. Ну, да, встроили. Во-вторых, мне понравилось, как работает классификатор. Классификатор именно сложных запросов работает неплохо. То есть, он действительно понимает, когда надо пойти O1 использовать. Ну, и в целом, кажется, это пока что одна из самых толковых интеграций O1 именно в рабочий продукт. Вот. Так что, какие-то такие ощущения. Ну, и еще ребята из перплексити выкатили, наконец-то, приложение для МакОси 24-го числа. И оно прям бусечка. Ну, просто вызываю, нажимаю, вот прям сейчас, нажимаю Ctrl-T, у меня либо в арк-браузере вылетает окно, если я там... Ладно. Либо системное окно перплексити, я просто серч не выдаю. Ну, короче, удобное приложение сделать для МакОси, всем советую попробовать, если у вас про подписка, больше не надо пользоваться никакими там поисками другими. А я что-то даже не поставил, честно говоря. Мне нравится пользоваться через сайт. Не знаю, почему. Я до этого чатом GPT пользуюсь. Ну, то есть, через сайт это кейска это в браузере. Ну, да. А когда ты просто в операционной системе сидишь, какой-нибудь, не знаю, до премьеры, то мне уже последнее время становится ленивым, я просто вызываю. Это же ты из тех людей, которые на компе не только браузером пользуются. Я вспомнил, да. И раньше у меня эта клавиатурная комбинация вызывала чат GPT. У них же тоже есть мобильное десктопное приложение. А сейчас я поменял на перплексити. В принципе, какая хура. Да так я спарился, что код давно не писал, да, получается. Кстати, с перплексити еще один прикол не сильно хороший есть, тем не менее. Они на GitHub, на конференции GitHub Universe решили всем выдать ключики годовые, всем, кто записался. Прикинь, это очень щедрый подарок. Ну да. Считываю, что там можно токенов потом набрать себе у Google. Ну, так-то это стоит 100 долларов, не 100, 200 долларов в год стоит. Как бы это очень щедро. И они немножко продолбались, они в первом, короче, в письме после первого дня разместили ссылку на эту подписку, и оказалось, что ключик работает вообще для всех. То есть у нас прям в чате одном ребята пошарили этот ключ, и там человек 10 на него зарегалось. И все такие, о, работает. И буквально через день, короче, через день, буквально через несколько часов этот ключик уже выложили на варезные сайты всякие. То есть там, видимо, куча пользователей просто зарегалась. И чуваки сделали не совсем красиво, они на следующий... Забанили ключ. Они забанили ключ, у всех, естественно, доступ пропал, даже у тех, кому этот ключ пришел. и они прислали автоматически письмо всем, у кого доступ пропал, то есть всем, кто ключ ввел, что типа спасибо за то, что пользовались Perplexity, нам очень жаль, что вы заканцлили подписку, присоединяйтесь еще. Типа это вы заканцлили. Но с письмом по второму дню они уже прислали персонализированные ссылки всем, кто записался. То есть те, кто записывались, обзеленными не остались. Но вот это письмо, оно, конечно, забавное было. Это вот про Perplexity, и такие у нас новости сегодня. А следующая большая рыба нежданно, негаданно, но совершенно не внезапно, антропик. И я бы сказал, это бенгер этой недели второй по величине. Что там новенького, Леша? Во-первых, новые модели вышли, я слышал. Да, да, они наконец-то выкатили Хайку 3.5. Хайку это самая маленькая модель из семейства Клодов. Хайку, Санет и Опус. Опус самый крупный. Я полагаю, в комментариях напишут, что правильно Хоку, но мы будем говорить Хайку. Пусть будет Хайку, Хайджинг Фейс, да? Как там еще? Торты. Ипои. Ипои. Кстати, торты, торты, белорусские торты. Короче, но самое интересное, тут две новости, на самом деле. То, что они выпустили, то, что у них импотенция на имена. Потому что они выпустили новую версию Санета, но назвали ее не 3.6, не 4.0, видимо, потому что Опус пока 3.5 не выложат, на следующую версию подходить нельзя, Опус, наверное, еще не готов. Да, Опус не выпустил. Ина заметил, что цифры это те же самые. Да, да. Они назвали просто Cloud 3.5, Sonet в скобочках New. Типа, все просто. Ну, в лучших традициях. GPT ставит даты после названия, да, а эти поставили New. Ну, по бенчмаркам Sonet этот новый действительно лучше предыдущего, не сильно, на проценты, но лучше, он классный, Cloud до сих пор ставится лучшей моделью по мнению многих для программирования. А вторая новость это то, что они его надрючили именно Sonet, не только новый, по-моему, и старый тоже. Они надрючили их на то, чтобы эти модели умели выдавать ответы в специальном виде, удобном для интерпретации программами по управлению компом. Да, это же самое главное. Фиг с ним, что новые модели-то вышли, этим никого не удивишь. У них появился компьютер Use. Вот этим тоже никого не удивишь по-хорошему. Ведь чуваков, которые понимают, как это работает, короче, как это подала пресса. Они сказали, что вау, Sonet 3.5 теперь умеет управлять компом. Начался управлять компьютером, да. Это же то, чего все ждали. LLM-ки управляют компом. Но это не так. Не LLM-ка управляет компом. Компом умеют управлять программой, которую ты пишешь вокруг Sonet. Ну да. Он просто подает координаты. Да. Ты пишешь Sonet, ну там не координаты, там чуть по-другому. Как бы он может вызывать тулзы. Координаты я в кавычках. Да. Ты пишешь, типа, не знаю, зайди на такой-то сайт. И в итоге Sonet понимает, что это обращение к компу, и он выдает тебе там ответ в стиле Open Browser, Default Browser, Moff Cursor, Moff туда-то, да, он типа такого. То есть, и потом уже ты из своей программы, которая получила этот ответ, можешь по вот этим командам Open Browser, Moff Cursor, но это команды, я для примера называю, они не такие, я еще не успел попробовать, но тем не менее. Ты пишешь для каждого из этих команд обертку сам. То есть, что-то, что будет открывать браузер, что-то, что будет курсор наводить. А раздули это в то, что Sonet, видите ли, уже сам научился. Он сам двигает курсором. Кстати, где-то, то ли в наших чатах многочисленных, то ли в Твиттере, я встречал, что он отказывается понимать команду открой чарджи 5. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, с точки зрения технической, это зашили функционал уже существующий, вызов функции в саму модельку некоторых функций. Можно, кстати, попробовать, рабочие, если слушают нас, точно слушают, сходите на GitHub, там есть agent.exe, такой репозиторий, на питоне программка скачивается, быстренько ставится, и у вас просто открывается окошко, в котором вы можете писать, что сделать, и там стандартные тулзы поддерживаются, типа открыть браузер, и что-то там поделать. И мне еще понравился тот факт, что чуваки, которые сейчас занимают ключевые роли в антропике, собственно говоря, Дарьева модель, Джей Кларк, Сева и ведущий разработчик антропик, что по факту это был их пед-проект в OpenAI. Да, 16 лет. Computer Use. Ну, видишь, в 16-м году это было вообще очень далеко, видимо, тогда они даже представить не могли, что модели могут как-то так работать. Но иронично, что они ушли из OpenAI, с этой идеей, и реализовали ее в антропике. Возможно, у чувака просто на флешке сохранился кусочек позитория, дифы, и он решил что-то добро пропадать. И еще у антропиков Клод немножко обновился в смысле веб-интерфейс Клода AI. Они туда завезли по факту интерпретатор джоскептового кода. То есть там там были артефакты, которые могли запускать джоскептовый код, а теперь появилось что-то типа, ну я боюсь сейчас собрать, но по-моему, что это типа NPM под капотом. То есть когда у тебя чуть более сложный код, можешь запуститься и выдать результат. Не просто выдать артефакт какой-то там кусочек странички, а ты ему прям пишешь, вот тебе данные, файлики, пожалуйста, там, не знаю, нормализируй их, посчитай тот, а тот, и выведите результат. И он тебе прям как в чате GPT начинает показывать, на этих данных запускает и выдает график. Причем с графиками, с данными, там прям очень хорошо проработано все, он прям рисует графики. То есть эта штука делалась для анализа данных в первую очередь. Ну, в чате GPT она же примерно так же и называлась. Я забыл, как она называлась. Код интерпретатора она называлась. Раз, собственно, там что-то про анализ было, по-моему. А потом они ее переименовали в дата-анализ. Окей. Ну, как казалось, эту штуку можно использовать не только для анализа данных, там и для математики, для каких-то простых задач. В общем, небольшой компьютер можно теперь из клоуд и я забирать, что достаточно приятно. То есть я правильно понимаю, что чат GPT исполняет Python скрипт, а эти пошли с джаваскриптовым методом. Ну, окей. Кто бы пошел C-Sharp, но я бы очень рад был. Витя, у нас в чате еще был спор, кстати, пока мы о моделях остановились. У нас в чате вот с госпожой мамой Рибской был, я бы сказал, даже конфуз недавно, буквально сегодня. Она заявила, что клоуд хорош исключительно для программирования, а чат GPT во всем обходит клоуд в остальном, и это подтверждается, например, статистикой Лэмсуса. На что я заявил, что статистика Лэмсуса баист, поскольку там и промты маленькие, и вообще люди туда приходят и пишут не то, что они на самом деле в жизни пишут, и привел в качестве примера, что, например, сабтитры мне смог перевести нормально, только Клод на долгосрочных задачах и на творческих Клод лучше работает. Вот, но мы остались при своих мнениях, насколько я понял. Мама Римская за то, что GPT лучше работает на широком спектре задач, я за то, что Клод. Твое мнение интересно. Я за чат GPT. Почему? Нужно обоснование. Потому что я к нему привык, и на мой взгляд Клод не суперсильно лучше. А если говорить про... Ну ладно, ладно, принято, принято. Там был аргумент у мамы Римской в том, что, если кто не знает, что за мама Римская, вы в чат нам приходите, у нас лор как бы пошел. Там фигня еще в том, что мы выяснили, что в чате GPT используется не самая последняя модель, а по API-шке модель сильно лучше работает, и она использует именно по API-шке модель. Плюс, действительно, я признаю, что именно использовать... Я чаще использую GPT, потому что там GPT-сы есть в чате GPT. Тупо из-за очень удобных преднастроенных чатов на кучу мелких задач я всегда иду в GPT-сы. В Клоде такой функции пока что она есть, но неудобная. Мне один очень сильно нравится. Я стал его использовать для задач продакт-менеджмента, которыми я сейчас усиленно начинаю заниматься. Мне прям очень круто подходит. Знаешь, я могу тебе юз-кейс рассказать. Давай. Я, короче, провожу интервью с кастомером продуктовое, беру транскрипцию этого интервью с сабдитрами, закидываю его один и пишу. Говорю, смотри, я продукт-менеджер, я провел интервью продуктовое, сделай, пожалуйста, из него самари и учти, что что это все обрабатывалось моделью в реальном времени, которая очень распознала текст. Потому что там реально все англицизмы, они по-русски написаны левыми словами. Он часто ошибается, когда слышит, это из MS Teams транскрибация в живом режиме. И он, во-первых, мало того, что делает мне отличный план этого интервью, подумав немножко, так он еще и понимает, где была ошибка транскрибации. Ну, я тут в защиту Клода скажу, что с сабтитрами была примерно та же проблема с переводом, когда ты с английского переводишь на русский, и там английском часто это автогенерируемые сабтитры были, терялся смысл. Клода тоже прекрасно смысл подлавливал по контексту. То есть вопрос в том, использовал ли ты Клод для схожей задачи. Для схожей задачи нет. Ну, давай так, антропик крутые, Клод крутой, но я просто привык к чату GPT. Пока я не вижу каких-то киллер-фич в Клоде, которые позволят мне прям перейти на постоянку. Ну, и честно говоря, O1 все-таки пока что вне конкуренции. Хоть это не супер, супер большой шаг с точки зрения продуктивности вперед. Ну, ладно, супер большой, но она дорогая. Она дорогая с лимитами. Если бы она была, скажем, на уровне Sonnet 3.5, то, конечно же, и программирование я бы тоже через O1 делал. Хотя в чате пишут, Клод работает, чат GPT отнимает время. Еще раз, чат GPT конкретно лучше работает в моем кейсе на мелких задачах. На мелких задачах, несложных, типа перевод, исправление ошибок, чат GPT работает шикарно. С GPT-сами. Если нужно что-то более сложное для меня, что-то более контекста емкое, и иногда творческое, например, текст составить, у меня это Клод. Вот так. Понял, принял. Едем дальше? Едем дальше. И дальше у нас кто бы вы думали, не волшебный, вы бы вы думали, Дипедович. Да, но лайк за Юру Дипедовича, кто помнит. Но волшебный OpenAI. Волшебный OpenAI. Ты, блин, заметил, что у нас второй выпуск подряд OpenAI далеко не в самых первых рядах, да? Да, кстати. Слушай, вот сегодня тоже, опять же, в нашем чате писали, блин, опять я воду лью. Договорились же без воды. В чате писали, что конференции OpenAI стали ассоциироваться с конференциями Apple в последнее время. Да, да, да. Я поясню мысль, да, для тех, кто не смотрит конференции Apple и конференции OpenAI тоже, что сразу это были какие-то революционные прорывные продукты, а чем дальше, тем больше это похоже на минорные обновления. Ну, да, да, и Олег, наш чатланин, не просто так это писал, в OpenAI конференция позавчера проходила OpenAI Dev Day лондонская. До этого у них была в Америке конференция, и там показали вот новые фишки, мы их в прошлый раз обсуждали. А в Лондоне, знаешь, что нового показали? Ничего. Вот ровным счетом ничего. Самое ценное, что там было, это удаленное интервью с Альтманом, с Альтманом, который тоже не сказал ничего нового. Поэтому валидно. Хотя бы на удаленке подключилось, уже приятно. Хотя кто знает, может, это сгенерированный Альтман был. Но вот, что забавно, я об этом узнал из нашего сценария, что оказывается, О1 Mini, это неурезанное О1. Да. Не один ты об этом узнал вот так спонтанно. Короче, OpenAI выпустили неделю назад очередной ролик, где показывали, как с OpenAI с О1 работать моделькой. И один из роликов был про программирование. И они в нем, прямо в начале ролика, выбрали в качестве модели О1 Mini. И чел прямо в видео сказал, что типа О1 Mini это неурезанная версия О1, а это версия О1, которая специально натренирована на математике и коде. Соответственно, остальные когнитивные функции у нее работают хуже. Но в коде и математике она типа лучше всех. И вот сугубо из-за этого видео все поняли, что О1 Mini для программирования подходит лучше. И по практике сложно сказать, что это так. Кажется все-таки, что О1 Preview лучше. Но может это субъективное мнение. Как минимум, по мнению OpenAI. Почему они тогда не назвали ее О1 Programming или О1 Mass? Ну тогда надо было назвать, наверное, О1 Programming Mass. Это уже много, да? Ну, наверное, да. Слишком много. А может быть, они потом уже поняли, что ой, вспомнили, что ой, это ж мы натренировали. А может быть, вообще-то неправда, да? Может быть, они увидели, что О1 Mini никто не пользуется и решили, так сказать. Ребята, да, она хорошая, да. Она на программировании, на тренинг, да вы че? Ну я успел попробовать и ту, и ту немного в программировании. Скажем так, О1 Mini мне выдавала, не решала те проблемы, которые не решались к лодам 3.5, а О1 TV решала проблемы. Я Mini вообще один раз использовал, тупо потестировать, скажу тебе. Mini дешевле сильно. Когда ты начинаешь в опишке эти запросы юзать, когда ты понимаешь, что вот у тебя 40 центов улетело просто за то, что ты спросил, зависимость, которую тебе лень искать. У меня просто единственное, я тебе честно скажу, единственное место, где я использую опишку GPT, это в Obsidian. И у меня там 4, четвертая версия используется. Ага. А для чего ты там ее используешь, кстати? Для саморизации или разворачивания текста. Когда хочется как-то красиво причесать, плюс я сделал себе систему интерпретации медицинских анализов на базе чат GPT. А, точно, ты рассказывал. Да. Нормально. Ну у меня чуть побольше. У меня в Obsidian не два расширения. Одно для автокомплита. Угу. Я не помню, какую она модель использует. Второе для поиска по базе. Угу. Second Brain. У меня в двух ботах используется API-шка, у меня в курсоре используется API-шка, в Vider используется API-шка, в Cloud Dev используется API-шка. Короче, я уже иногда захожу в свой кабинет, смотрю, что у меня там за ключи, и знаешь, боюсь их удалять, потому что удалишь один, мало ли что, да. Да, кажется, что он там за пять мест отвечает. При этом не чувствовалось, чтобы много денег утекало через API. Ровно до того момента, пока O1 не появилась. Особенно в курсоре это сделано. В курсоре ты когда выбираешь модель, то она у тебя, по-моему, выбирается навсегда. До тех пор, пока ты ее не поменяешь обратно. И часто бывает, что ты меняешь модель на O1, делаешь запрос, идешь, копируешь код из этого запроса, а потом у тебя какой-то обычный вопрос возникает, ты в этом же окне этот запрос пишешь, и только потом такой спохватился, блин, а я модель забыл поменять, и вот тебе 40 центов вместо 4 копеек утекли. Это больно. Я знаю, что ты понял, что я не использую LLM для программирования. Вот я ноду продолжаю в тихом режиме учить, и я стараюсь максимально все писать сам. Не, ну ты учишь для цели образования. Потому что я учу. Если ты прям выделяешь время на обучение, у тебя есть, то вполне, ну я думаю, LLM бы тебе только, наверное, мешала. Да, вот я из этих соображений, а это пока что единственное пространство, где я на данный момент код пишу. Ну, у меня кейс другой, я на незнакомых технологиях пишу как можно быстрее рабочий код, то есть это не обучение, это написание быстро рабочего кода, там, конечно, без LLM-ок никуда. Но в этом кейсе... Но в обучении, конечно, лучше приложить. LLM-ка будет тебя разращать, она будет тебя подталкивать, использовать ее и не задумываться. Именно так, а я хочу научиться. Так, ладно, знаешь, кто еще научился? Кто? Да, я не придумал, как красиво подвязать. Короче. Давай так, давай издалека зайдем. Вот, если ты вот там, где твой курсор стоит, да, у меня там есть подводка. А, у тебя есть, давай. У меня есть подводка. Вперед. Витя, знаешь ли ты, что объединяешь Швейцарию, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн? Ух. Да, там нет подсказки. Там нет подсказки. А вот я тебе скажу. Задача на подумать, ладно, всем, буквально пять секунд. В OpenIA была новость, хорошая новость. Они раскатили Advanced Voice Mode на Европу. И в новости они написали, что они раскатили Advanced Mode на Евросоюз, Швейцарию, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Угу. У меня, как у уже коренного жителя Евросоюза, естественно, возник вопрос, какого, какого лешего Евросоюз? И вот эти четыре страны пишутся раздельно. Как бы, это что же Евросоюз? Швейцария точно не Евросоюз. А вот для меня открылась целая новая вселенная, существование стран, которые являются шенгенской зоне, входит в нее, но не являются Евросоюзом. Это вот четыре этих страны. Швейцария, Норвегия, например, еще. Ну, собственно, четыре вот этих страны, Виктор, и не входят в Евросоюз. А, там Норвегия есть в списке. Все, я увидел. Короче, Voice Mode в Европе наконец-то прошло почти год с момента его первого релиза. Я имею... С момента первого анонса. Ну да. Все как обычно. Туда-сюда, да, и год будет. Я проверил, если что, реально работает без VPN-а. И реально работает быстро. А то я уже, честно говоря, заманался с этим американским VPN-ом. Когда ты ее перебиваешь, она только через... Перебивать невозможно просто. А сейчас можно перебивать. А сейчас можно перебивать. Можно доминировать. Да, я прям пришел, проверил, заставил ее поржать немножечко. По-моему, в чате еще писали, что раскатили в том числе на десктопные аппликухи на Mac'е и на VPN'е. Да, я ее проверял, честно сказать. А можем прямо сейчас и проверить. Слушай, у меня, по-моему, вчера я обновлял чат GPT. Давай вот прямо сейчас глянем. Check for updates. Да, последняя версия. И... Здорово, лысый. А, ну она у меня не... Я не знаю... Кстати, в плечи OpenAI. Я не знаю, как в приложении OpenAI поменять микрофон на нормальный. Там нет такой настройки. Так что все, не проверили. Едем дальше. Окей, едем дальше, так едем дальше. Какая новость, Клеша, про OpenAI без увольнения из OpenAI? О, да, в последнее время других не бывает. Уволился, на этот раз, глава EGI Readiness. Они четенько уходят, вот все по одной тематике, да? Все, кто работает под безопасным ИИМ каким-то с любой стороны. Ну, короче, причины, собственно говоря, те же, что якобы компании, они серьезно относятся к безопасности. Я так подсчитал новость, показалось, что чувак там, в принципе, подгорел, вообще выгорел, потому что он в блоге о здоровенной статье все написал, написал там цитату, что не OpenAI, а не любая другая лаборатория в мире в целом не готовы к EGI. И это не камень в оборот OpenAI, просто человечество только в начале этого пути пока готовится к тому, чтобы быть готовым к EGI. И после этого он сказал, что ищет нон-профит-организацию, которая занимается вопросами EGI и вопросами будущих изменений, которые появятся в связи с EI и с удовольствием там поработает. То есть кажется, будто бы человек просто подгорел от того, что у него в OpenAI вокруг творилось. подумал, что я тут обогащаю кого-то Сэма Альтмана и другие стартапы, пойду-ка я в Nonprofit. Пойду-ка я свой стартап открою. Кстати, можно тут поднять новость ниже, которая очень созвучна. Да, вполне. Куда бы он мог пойти, спросите вы, и я сейчас тебе скажу, куда бы... Во-первых, пойти он, давай так, пойти он мог бы куда угодно, но в том числе и к Мире Мурати, например. И все такие, что, Мире Мурати же уволилась, именно в этом и новость. Мало того, что она уволилась, так она и свой стартап инвестиций сейчас привлекает. И возможно, даже он... А, ну все, она привлекает инвестиции, значит, он скорее всего не Nonprofit, хотя, наверное... Ну, в общем-то, да, Мире Мурати не теряет время даром. Сказала, что, скорее всего, будет свои модели делать. Опять представляю Сэм Альтман, но мне уже даже жалко вы местами становятся. Вот. Смотри, все... Все у фабрика стартапов. Да, Вайк Адри Нейтер. Это как... Это как... Это как этот... Фабрика звезд, понимаешь, вот нашего детства. Все уходят из опены, я и делаю свои стартапы. Я не уделю, что в какой-то момент Сэм Альтман придет, скажет, я ухожу к Лихе Сускеру. Нет, зачем свой? Ухожу к Лихе Сускеру, тут выезжаем, короче, не занимаются этой компанией никто, пойду с Ильюхой и делаюсь нон-профит. Еще и Майлз туда подтянем. Вот так. Ну, короче, да, новость, собственно говоря, в том, что Мурати ведет переговоры на раунд инвестиций на 100 миллионов баксов для своего нового стартапа. Ну, и, кстати, заметьте, вот Сускеру было достаточно просто дерьмовую страничку на HTML написать, и деньги сразу потекли рекой. У Мурати все-таки посложнее. Мне кажется, наоборот, Мурати сильно проще должно быть. Думаешь? Ну, смотри, вот ты инвестор, вот у тебя стоит Ильюха, вот у тебя стоит Мира, ну, кого ты выберешь? А я инвестор, точно. Ладно, и тот, и тот, с точки зрения науки все-таки понятно, у Ильюхи очень много достижений, но и Мира как бы не была последним человеком, а так-то на минуточку была CTO-компания. Ну, да. То есть человек не из обычных линейных менеджеров. Да. Ну, и из позитивного, если уж говорить о OpenAI, было тоже кое-что, они выпустили статью интересную, которая ускоряет диффузионные модели в 50 раз. В смысле, они в статье написали, как можно ускорить диффузионки в 50 раз. Там прямо на картинках показано, как диффузионка делает картинку из этой вот грязи, из диффузии в 50 итераций, в 100 итераций, по-моему, а слева их алгоритм, который буквально у тебя сначала прям полный шум, вторая итерация, у тебя уже бабочка, будто бы нарисованная просто акварелью размытая, третья итерация, у тебя фотореалистичная бабочка. Знаешь, вот что из этой новости меня приятно удивило? То, что оказывается, OpenAI еще занимается диффузионными моделями. Я думал, они забили давным-давно. Я... А меня удивило, не удивило, я подумал, что OpenAI просто пытается нам всем напомнить, что он в принципе не забыл, как в OpenSource. Он же там и Visper что-то минимально зарелизил, вот сейчас статьи какие-то стал выпускать. Скорее всего, просто им на хвост наступает Anthropic с их... кучей их статей, которые они выпускают. Anthropic действительно много статей выпускает научного толку, которые очень сильно бустят с индустрией. Наверное, наверное, OpenAI... Мы видим, как OpenAI потихоньку, нехотя, включается в гонку с Anthropic напрямую. Если раньше казалось бы, будто бы они не замечают Anthropic. Да, они как будто игнорировали такое ощущение. Ну вот сейчас уже... Тем тяжелее. Ладно, хватит на сегодня с OpenAI. Да, перейдем к XAI. High. High. High Mark. XAI раскатили API-шку. Правда, в тестовом режиме, но тем не менее. API-шку игрок бета. Забавно, что они так всех мариновали с этой API-шкой. Я не верил, что они выкатят API-шку. Это новость из разряда той же новости, когда они выпустили игрок 2, и все такие, оу, такая неплохо получилась. Думали, будет какая-то клоунада, а получилось неплохо. С API-шкой то же самое. Я уже перестал верить, что они выпустят, а если выпустят, то знаешь, за пятью замками для самых избранных. А тут они в какой-то день просто пишут, вот вам доступ, ссылка, доступна только 25 вейт-листов, захожу, зарегал почту, все, сразу все доступно. Да, там доступна единственная модель, называется она у них игрок бета, и пока непонятно, что под капотом у этого игрока бета, то ли игрок 2, то ли игрок 2 мини. Да, стоит она дороже, чем там конкуренты, не сильно, но дороже. Но зато работает, причем красиво, интерфейс, все нормально. То есть не работает, и в какой-то момент призовет тебя голосовать за Трампа. А, ну да, в течение недели, да? Да. Ну, забавно, я видел исследование, которое показывает, что разработкой ключевых ЛЛМ-моделей занимаются чуваки, которые поддерживают демократические взгляды. Игрок, да, да, да. Это кто? Ну, опены, я и... Накасон. Самый большой демократ, да, в этом, в истории человечества? Ну, блин. Подполковник, отставной. Накасон, подполковник, отставной, не факт, что он там демократические взгляды исповедует, хотя он может, не все военные республиканцы, если что. Ну, ну, окей, допустим, вот. я напомню, что... Первый республиканец, который вот владеет... Ну, это же смешно, то, что первый республиканец владеет одной из самых крупных моделей, тем не менее, его модель, пусть с оговорками, но самая свободная, да? Ну, да, кстати. Понятно, что он не свободен в нужных направлениях. Я скажу еще, что если Марск не дружит с Альтманом, то это далеко не значит, что Альтман божья коровка. Да, это правда. Ну, вообще, да. Ладно, хватит про X и я, и выкатили, и выкатили, как говорится, чебухтеть-то. А давай, знаешь, к чему перейдем? Раз мы поговорили про демократию, у меня-то там не сильно много чего нам показало. Там буквально они показали open-source ноутбук LM, который он ноутбук Lama назвали, и это работает отвратительно. И выкатили супер-жатая Lama 3.2, которую можно на телефонах запускать. Все ссылки будут в описании, там ничего интересного. А вот, раз уж мы про демократов и это, и всякие там демократов, республиканцев, да, и как-то свободные нейросети заговорили, вот ты сказал, что свободные нейросети правят миром. А я тебе противопоставление скажу про нашу новую большую рыбу. Называется 0.1 и яй. Компания знаменитая 0.1 и яй. Знаменитая компания 0.1 и яй. Знаменитая в узких кругах. Я уверен, что мои соратники знают эту компанию. Знаешь, что эту компанию основал? Вот это моя любимая часть сегодняшнего выпуска. Ее основал Кайфули. Кайфуля. Кайфули. Кайфу. Ну, вообще Ли Кайфу. Там Кай Дефис Фу в оригинале. И почему я вспомнил? Потому что это одна из самых мощнейших моделей наряду с Али Бабашной из Китая. Абсолютно полностью китайская. Мы сейчас там с ребятами моими разбираем книжку, которую написал Кайфули. Он написал здоровенную книгу про то, как выглядит экосистема и я в Китае и чем она кардинально отличается от Америки. Скажу вам честно, что это целая книжка. Мы уже шесть часов потратили на разбор и еще десять. Давай не будем сейчас. Ладно. Боит не в этом. Боит в том, что я вам могу с уверенностью заявлять, что Кайфу это чувак полностью про-китайский. Типа он живет в Китае, он делает китайские сервисы, он перенимал моего опыта из Европы. Он был там директором Майкрософта в свое время, гугла китайского, прям выстраивала с нуля. Но тем не менее, это великий патриот Китайской Республики, хотя и родился он в Тайване. И они выкатили модель. Модель, которая достаточно сильная. Она на уровне, скажем так, у них, вы могли слышать про 0.1 и я и в наших подкастах, у них была модель UI. Она в какое-то время, если помнишь, была одной из самых мощных опенсорсных, они опенсорсили. Да-да-да-да, помню. Потом они стали делать закрытые модели, в частности, сейчас выпустили UI Lightning. Эта модель, она на LMSU-се побила практически все модели, которые топовые, не китайские, там, буквально месячной давности. То есть, она обошла на LMSU-се предпоследнюю версию GPT-4O, она обошла на LMSU-се, боже, какой замечательный типа блюр. Я не знаю, что с ним делать, я пытаюсь. Она обошла на LMSU-се Cloud 3.5 Sonnet, который не ее предыдущий. И, в общем-то, занимала пятое место. Закрытая модель. Что самое смешное, эта модель вообще недоступна нам с вами. Она доступна исключительно по китайцам, по мобильному телефону китайскому. Не в лучших традициях китайских. Не в лучших традициях. Это симметричный ответ к санкции США. Потому что у Кайфу Ли и у его компании O1AI была API-шка доступная всему миру, API, там доступна предыдущая версия UE закрытой. И с конца августа они на сайте повесили большой бане, что эта API-шка всемирнодоступная будет закрыта в ближайшее время в связи с санкциями в Америку. То есть они как бы скажем, это их волевое решение показать миру, что так как нас прессуют санкциями, Китай прессует санкциями, извините, но новой модели мы вам надавать не будем. О как! Вот это так выливаетесь. И вы нам не даете, и мы вам не дадим. Да. Ну и они это обоснование, то есть обоснование такое, что как бы сами виноваты. И у них есть китайская версия API, на которую эта модель доступна. Мне интересно, как она на LMSUS попала? Интересно, непонятно. Как-то проксировали, наверное. Но тем не менее, китайская версия требует китайского мобильного телефона, а мы знаем, что мобильный телефон в Китае получить достаточно сложно. Вот. И что еще интересно, модель UE Lite, она в каком-то смысле лучше, чем любая модель, которую делают твои любимые демократы в Америке. Потому что ну ладно, не UE Lite, давай, UE Lite, она не лучше, она вот как в твоем случае сказано. Компания O1, наверное, в каком-то плане интереснее. Они стараются свои модели, многие запускать на собственных чипах. Они делают собственные чипы, заточенные под собственные модели. Это то, чего не хватает, по мнению Кайфули, многим американским компаниям. В связи с этим был прям большой, не скандал, а большой информационный шум, потому что Кайфули прям сильно, жесточайше расстратиковал экономику Яя в США. И раз таки в том числе из-за того, что они не производят чипы, а просто типа закупают свою NVIDIA и монополиста и не думают о том, как сделать более дешевым инференс. Из-за этого китайская, их экономика сшашная загнется. Вот. Ну, допустим, окей. У чувака очень... Инференция же нет. Нет, смотри, у чувака производят модели. У чувака там достаточно стрейтфорвард объяснение. Он прям приводит... Чувак знает, как работает крупняк. Он сам ученый так-то, нехилый ученый в прошлом. И еще и менеджер. Он понимает, как работает бизнес. Еще и китайец. Китай бизнес вообще отдельная тема. Он говорит, что типа США тратит на NVIDIA и на все компании, которые там карточки производят более-менее при NVIDIA тратит примерно 75 миллиардов баксов. Вот. При этом инфраструктура, которую эти карточки используют, сама по себе зарабатывает около 10 миллиардов. На хостинге, на выписках, на всем остальном. То есть закупая оборудование на 75 миллиардов, ты отбиваешь как человек, который закупил всего лишь 10. Плюс еще AI-приложения, которые сейчас появились еще пять отбивают. При этом кайфу заявляют, что для того, чтобы технология развивалась и приложения все больше и больше развивали стартапы, больше было, надо, чтобы не инфраструктура сильно дешевела, а потребление окупалось. То есть как минимум, чтобы потребление окупало инфраструктуру. В противном случае, если нет такого вектора, то инфраструктура просто будет становиться дороже, а мелкие компании все хуже смогут заходить на рынок и в итоге все слопнется. И поэтому он говорит, что на фоне этого посмотрите на нас. Мы типа делаем специальные чипы под наши AI, чтобы работа этих AI-моделей стоила еще дешевле, и в итоге у нас экономика начинает сходиться. Учитывая, что Кайфу Ли, он большой приверженец Китая и китайский патриот, это может выглядеть как просто вброс для того, чтобы дезморализировать США. Но в целом в этом смысл есть. Ну, звучит интересно. Звучит интересно, звучит действительно разумно с одной стороны, с другой стороны, не знаю. Не знаю. Тяжело будет, мне кажется, снижать косты инфраструктурные. Ну, не знаю, не знаю. Я пытался это еще подвязать на запрет NVIDIA, продавать карты в Китае. Ну, в Китае я абсолютно уверен, вангую, что в Китае сейчас просто дичайший движ на рынке видеокарт. Там просто сейчас вот как грибы, вот прямо сейчас, в данный момент времени, как грибы, появляются куча стартапов, которые будут пилить видеокарты, специализированные по DI. У них это так работает. Вы нам не продаете, все, мы сейчас сделаем своих 500 миллионов стартапов, два из них точно выстрелят на весь Китай. И вы даже знать не будете. Ну, когда-нибудь мы узнаем, я думаю. там в чате какой-то вопрос задали, я не понял, это в контексте этой новости или нет, как они данные не хотят собирать. Мы-то про данные говорили что-то? Нет, человек имел в виду, что зачем же это не запишку, если можно было открыть и собирать. Понимаешь, тут все очень просто, Китаю не нужны данные мировые. китайскому правительству, которое возможно в целях там влияния на массы внешней и разметки, им нужны данные, конечно. Поэтому есть ТикТоки, например. Но китайскому бизнесу как таковому наши с вами данные до одного места, потому что у них внутренний рынок больше, чем весь наш с вами рынок вместе взятый. Они всегда нацелены всем. У них там такая конкуренция за собственные ресурсы, ты вот, поверьте мне, вот это вот несколько сотен тысяч европейцев в Галимах, им нафиг не нужны, когда у них миллиард, а то и полтора миллиарда готовых пользователей в Китае. Ну, наверное, европейцев все-таки побольше, я думаю, но... Ну, это я аутрирую, конечно. Но в целом даже вот, интересно, почитайте книгу Кайфули, он там очень четко объясняет, что очень много моментов есть. Короче, на внешний рынок бизнесмены там особо не смотрят. И когда туда с внешнего рынка приходят, им палкой по голове дают, они уходят, и дальше там происходит полный швах внутри. Ну, короче, ссылочка на Кайфули будет в описании. Кайфаните вместе с нами. читайте. Так, на этом большие рыбы все. Большие рыбы без воды, кстати, между прочим, это... Вот в комментаторе подумайте, стоит ли лишать больших рыб воды, им вода нужна, чтобы жить. Ты мне лучше скажи, у нас сегодня настолько будет выпуск без воды, что даже сосисочной пати не будет? Нет, какая сосисочная пати? Офигеть, офигеть. Какие времена... В какие времена живем? Кто не понял просто сосисочную пати, приходите на онлайн-записи, это лор, поймете. Да, мы между тем переходим к рубрике «Что еще?» Там, кстати, нам в чате уже пишут, что мы про поиск не рассказали в части GPT, и спешу вас расстроить, это не CRGPT, это не поиск. По-моему, в прошлом выпуске мы про это говорили. Да, что-то было такое. CRGPT — это отдельный интерфейс, отдельный сайт, это то, что у вас поиск сабатывает чат, это просто сокращение для действия веб-серча через Bing. Что еще? Твой любимый арк, Леша. Нет, это он твой любимый. Это он твой любимый. Мой любимый арк, и твой теперь тоже любимый. Не любимый, нет, любимый Firefox, видите, Firefox в сердечке, а арк — это вот рабочая лошадка. Твой Firefox в сердечке, и арк — рабочая лошадка решил закрыться, как только ты на него пересел. Витя, ну вот ты сейчас как будто бы желтушник, вот этот желт... в смысле не болеешь, а желтопресник. Ладно, ладно, давай я скажу нормально, хорошо. Браузер компании, разработчик браузера арк, решили сфокусироваться на создании нового AI-бейст браузера. Угу. Почему именно нового браузера? Потому что они говорят, что ограничение хромиума, на котором построен текущий арк, не позволяет построить AI-ферст браузер, поэтому они будут переписывать все, включая ядро браузера. Ну это мы уже на самом деле там в сценарии от себя накидали. Ну понятно, что они, наверное, форкнут там что-нибудь, но тем не менее. Навряд ли, кстати. Они говорят, что прям будут сильно переписывать. Поддержка арк не прекратится, если что, она продолжится, но в режиме саппорта. Там все сильно забавнее. Вот прям там есть видос в Твиттере, видос от основателя за браузер кампани. Точнее, сначала выпустили анонс, что вот это вот все произойдет, так как ты рассказал. А потом бугурт поднялся, типа, как так, мы тут только на арк ваш пересели, он же такой классный, вы его перестаете поддерживать. И Сеу записал видос, выложил в Иксе на минут пять. Прям прикольный видос, очень приятный, рекомендую посмотреть. Там он, он прям прямым текстом говорит, типа, ребят, не бойтесь, все нормально. Арк продолжает жить. Мы, как браузер кампани, продолжаем работать над арком, но проблема, типа, не проблема, а дело в том, что мы сделали опрос среди вас же и спросили, что еще нового добавить в арк, и вы сказали, что все идеально, не трогайте. И поэтому, типа, у нас очень мало сейчас уходит сил на то, чтобы его поддерживать. Поэтому мы будем дальше воплощать наши идеи. Как мило он выкрутился, да. И это очень органично звучало, прям, посмотрите. Вообще, да. И новые силы не собираются пускать, ну, естественно, на новый браузер, тоже за браузер кампани. Он там обосновывает это тем, что многие фишки, которые они в арк хотели бы внедрить, они тупо невозможно, невозможно их туда внедрить, потому что есть ограничения хромиума. А хромиум допиливать, ну, это как в легосе копаться, видимо, это сложно. Он там не объясняет техническую часть, но это я уже от себя. И он там показывал много слайдов без объяснения того, как должен выглядеть, вот какие новые фичи они хотят внедрить. Очень такая была прерывистая презентация, но из того, что я понял, они, короче, хотят сделать какую-то точку, какую-то, ну, то есть, вот у тебя кнопок какой-то программы, в ней точечка такая синяя, улыбающаяся. Ты эту точку... Это скрепочка. Да, кстати, мне очень напомнило скрепочку. Ты эту точечку перемещаешь в нужное место, я так понял, на сайте, и в зависимости от того, на каком месте эта точка находится, у нее появляются разные контекстные менюшки того, что можно сделать с этим местом. И дальше ты уже в этих контекстных менюшках выбираешь, что тебе надо сделать. Вот так я это увидел. Посмотрите сами. И он говорит, что они хотят сделать браузер, который будет буквально думать за нас. То есть, он будет буквально автоматизировать кучу вещей, которые мы даже не думали, что можно автоматизировать. А прикинь, современные браузеры какого-нибудь там 2026 года вообще изменится вся веб-разработка, не нужно будет писать CSS вообще, CSS будет Legacy. Ты пишешь только HTML, а браузер твой личный до тебя подрисовывает дизайн тот, который точно тебе понравится. И у каждого будет свой дизайн. Подожди, ты сейчас случайно это сказал или ты прям, блин, ты мои мысли прочитал? Это мое предположение. Твое предположение, Виктор, оно не то, что правильное. Сразу видно, что ты погружен в повестку. Оно уже даже реализовывается. И оно реализовывается нашими с тобой корешами из Мэйта. Я забыл новость включить. Они зарелизили буквально во вторник. в супер-бета-режиме, там мало кто про это еще знает. Вы буквально, вот наши слушатели, вы первые, я думаю, будете первые даже десятки пользователей. Они зарелизили сайт AgentPlace, сервис, AgentPlace.io, ссылка будет в описании. И они там буквально этим сервисом это и делают. Ты заходишь туда, регистрируешься, и там ты можешь промтом описывать, какой сайт ты хочешь сделать. Это не про конструктор. Ты пишешь, например, промтом, что вот информация про меня, закидываешь туда информацию про себя. Я хочу, чтобы у меня на сайте пользователи могли получить информацию про меня, например, какие-нибудь данные вот из этого файла, и вот эти картинки можно выдавать. И скидываешь ссылки на все эти файлы, данные. Плюс там же у них есть возможность использовать UI элементы. Можешь написать, что еще я хочу, чтобы пользователи могли через форму отправлять мне контактные данные. Через удобную для них форму. И ставишь там собачку и форм. Собачка форм. То есть, и тогда из этого промта их LLM-ка под капотом понимаешь, что вот эту информацию надо использовать, и что можно использовать еще заготовленный шаблон форм. Элементы из этого шаблона. И в итоге, когда ты публикуешь этот сайт на генплейсе, у тебя ссылка появляется, пользователь заходит на эту ссылку, у него просто окошко. Типа, что тебе надо? И ты там в этом окошке пишешь, расскажи мне, а что ты можешь? И тебе LLM-ка под капотом, базируясь на информации, которую загрузил ты как создатель сайта, говорит, это сайт, персональная страница такого-то чувака. Что тебе еще надо? Ты говоришь, слушай, классный чувак, дай мне расскажи подробнее, что ты еще можешь. Она тебе говорит, что вот есть там какие-то файлы, можешь вот такую-то картиночку увести, а можешь написать этому чуваку. Ты такой, о, класс, давай-ка напишу этому чуваку. Тебе LLM-ка генерит прям сама форму, причем не предзаготовлена. Например, там просит ввести имя. Ты вводишь имя, и LLM-ка такая, о, нам тут еще нужен имейл, пожалуйста, введи еще имейл. Выводит формочку для имейла. И таким образом ты взаимодействуешь с сайтом. То есть это буквально то, что ты сказал. Ты базово, как разработчик, описываешь базовые возможности максимально абстрактно твоего сайта, загружаешь данные, а LLM-ка под капотом, выступая бэкэндом, каждому пользователю выдает интерфейс, прям прорисовывает персональный для этого пользователь первый реквест. Блин, вот это я угадал прям, да? Вообще один в один. Причем у них это суперранняя бета, там супермало функционала, но посмотреть, как вот твоя мысль работает в действии уже можно, заходите на agentplace.io. Прям вот. Мы просто делали вчера воркшоп по этой системе буквально. Ребята расщедрились сделать эксклюзивный воркшопчик для моей юзер-группы. И вот сегодня мы на более широкую публику про это расскажем. Мэйтовцы молодцы вообще. Что они раз, то у них какой-то взгляд в будущее. С машинет-плагином сделали лучшее понимание контекста на свое время. Потом вспомни, выпустили Мэйтов, который управлял компьютером, когда это еще вообще никто не делал. Да, причем нормально так управлял. Причем да, нормально. Ну то есть на уровне сегодняшнего того же Клода. Теперь выпускают буквально ту мысль, которая сейчас витает у многих в голове, которую ты озвучиваешь, которую тоже еще никто не реализовал. Это супервизионеры, ребята. Я вот прям желаю им просто, чтобы их просто как визионеров кто-нибудь забрал к себе. Это чуваки, которые просто очень хорошо чувствуют то, что буквально через месяц-два уже будет Я бы их себе забрал. У меня денег нет. Я же, ну... А вы знаешь, кто их может к себе забрать? Ну давай. Кто-то слушает. Джин Брейн. Так. Джин Брейн. Что там у них нового? Что у них нового? Они, наконец-то, я считаю, по-серьезному впряглись в AI-вон. Вот, молодцы. Помнишь, мы Джин Брейнс даже как-то с тобой поругивали за то, что у них есть и ассистент, который фигню делает. Не знаю, он там появлялся еще долго. Да, и сделан был как-то насовсем вот так вот. Кто не знает, Джин Брейнс компания, которая делает программ для разработки кода, и у них есть там свой ассистент, который был не очень хорошим. А тут, значит, они этот ассистент обновили очень сильно. Я вот прям недавно пользовался, подписочку даже взял, он прям сильно приятнее стал. А что я его обновил? Потому что у них новость была, они выпустили свою ЛМ-ку для разработки. Не в Open Source, а просто анонсировали. Называется она Melum, и по факту, как потом я узнал от ребят из Джин Брейнса, это модель, которая у них давно существовала под капотом, которая делала исправления синтаксические в коде. Кто пользуется ADE-шками от Джин Брейнса, знаешь, что когда там пишут даже обычные слова, там можно эти слова как бы спелл-чекером управлять. Вот эта модель это делала. Потом эту модель они начали применять в своем я-ассистенте как модель для автокомплит-кода для предложений кодовых. И вот, наконец, они ее публично объявили, что у нас есть эта модель, и причиной публичного объявления было то, что у них, наконец-то, бенчмарки классно в этой модели сошлись. Короче, у них бенчмарк такой, кодовое предложение, которое генерирует Melum, принимаются 40% пользователей, принимаются в 40% случаев. То есть 40% просто сгенерированных кодовых подсказок к этой модели влетают в итоге в рабочий код. С одной стороны, кажется, что это мало, наверное, 40%, это меньше половины предложений. С другой стороны, если это хорошее предложение, то чего нет. С другой стороны, вспомните, как вы программируете. Вы что-то написали, посмотрели, что он предлагает, решили, что, наверное, это по смыслу не подходит, либо вы передумали писать свой код и отменили. То есть это цифра по факту больше. Ну да, ну да. И что самое главное, на конференции даже GitHub Universe, которая вчера проходила, там Copilot показывал свой код саджащим к complete rate, вон у них 30%. 30%. А, вон оно как. У компании, которая занимается, стала заниматься этим самой первой, которая является де-факто лидером в этом. Ну, все GitHub Copilot там саджащим делают. И я скажу, что JetBrains молодцы, то есть это хороший шаг вперед. Я сейчас немножко подюзываю их, и я ассистент. Они скоро должны еще дать возможность выбирать модели под капотом. у них в Early Access для некоторых ID-шках уже есть. И я думаю, что если они так дальше пойдут, то они могут прям сильно весом и роком стать конкуренцией сделать и Copilot, и Cursor. В общем, молодцы. Вот смешить бы их еще с M8 вообще не вопрос. Короче, уважаемые JetBrains, обратите внимание на крутых ребят. Да, M8 еще, кстати... Наверное, не знают, что вы хотите их купить, но удивите их, пожалуйста. Ну, или как минимум, если нас не слушают ребята из JetBrains, а просто слушают ребята, ML-щики и фуллстекеры, которые заинтересовались разработкой, то у M8 еще и вакансии есть. Извини, ведь я просто люблю очень их. Я знаю, что они сейчас ищут себе фуллстекера и ML-щика на ремоут. Я можно оставлю просто ссылки на вакансии в описании? Ну, оставь. Но я прошу заметить, что они нам ничего не платят. Не платят, конечно же. Просто мы их любим. Они к нам, кстати, на спешл приходили. Да, несколько раз. Вот. Так, ну что ж, давай тогда закончим с JetBrains и с M8 наконец-то. Ты не против. Давай. Да. Ты сам вспомнил. Если бы ты не вспомнил, я бы тоже забыл. Ну да, да, да. И расскажем про Genmo. Знаешь, что такое Genmo? Ой, это звучит странно. Возможно, будущая большая рыба. Genmo, Леша, это Sora Open Sora, скажем так. Sora Open Sora? Все знают Sora, которая самая лучшая модель генерации видео, которую никто никогда не видел вживую, кроме парочки человек, которые тестировали от OpenAI, которая так и не вышла до сих пор. И вот уже аж Open Source модель появилась по генерации видео из текста. От компании Genmo она называется Mochi One. Это забавный Oxymoron того, что не вышедшая Sora суперпопулярный продукт, про который знают исключительно потому, что вышла куча ее копий. Да. И все при этом говорят, что это же как Sora. Ребята, какая Sora? Вы не видели Sora? А в итоге, в итоге я прям удивился, когда увидел эту новость, потому что, ну ладно, там Runway китайские компании закрытые с кучей обычностей выпускают такие ресурсовемкие вещи, а тут в Open Source. Там нужны, конечно, карточки, ну не обычные на компах, которые будут дегенерировать, но в целом этот Open Source работает, он работает не супергалимо, он типа работает сносно. Вот мы пришли в век, когда даже генерация видоса по тексту уже работает в Open Source. Да, пожалуйста. Это прям круто. Ты знаешь, я, наверное, тебя все-таки перебью немножко, потому что я знаю, что тебе руки чешут сказать по твоей любимой сеточке-диффузионочке. Дальше. Так, ну давай. Я просто забуду, а в чате нам напоминают. Наверняка после выхода от нашего выпуска, вот мы в четверг записываемся, выйдет он либо в пятницу, либо в субботу, наверняка за это время, я просто вангую, выйдет Search GPT. Потому что OpenAI намекнула на то, что они выпустят Search GPT. Я не хочу дозаписываться, поэтому давай просто скажем, что если он выйдет, мы его подробно обсудим в следующем выпуске. Но вообще знайте, что OpenAI любит релизиться по четвергам вечером. Конечно же, это связано с тем, что они ждут, пока мы выпуск закончим, чтобы нам поднасрать слегка. Как обычно. Ну ладно, не поднасрать, они просто любят нас слушать. Search GPT, скорее всего, выйдет сегодня. Был анонс, что 31 числа, скорее всего, он выйдет. Ну, такое непонятно, то ли анонс, то ли нет. И да, наверное, уже даже на сайте OpenAI этот анонс был. Но, что важно, Search GPT, скорее всего, 93%, это отдельный сервис, это будет отдельный сайт с отдельным доменом, где вы будете искать не через Bing, а через какие-то внутренние механизмы OpenAI, и ответ вам будет выдаваться в каком-то особом виде. То есть не путайте Search GPT с функцией поиска внутри чата GPT. Когда вы пишете слэшик, и вам выпадает поиск, либо у вас написано поиск, это просто оберточка UI-ная красивая над веб-серчом Bing, который в части GPT есть уже полтора года. Это не Search GPT. Они, возможно, это потом объединят, ходят слухи, но в целом это не оно. Но, как бы, знайте, что мы были в курсе. Нам, знаешь, надо, как в South Park, по-моему, записывали несколько разных вариантов мультика на случай победы Трампа, и с кем он там с Клинтон, да, он тогда соревновался. Так и нам нужно дозаписывать кусочки, типа, произошел серф GPT. Ну, слушай, он произойдет, и, возможно, он, ну, типа, он будет полностью другой, возможно, там действительно сразу же они выкатят интеграцию с чатом GPT. Просто прямо сейчас у нас в чате сидит человек, который прямо сейчас тестит. А я не могу прямо сейчас пойти, мы записываемся. И у него вроде там тоже есть интеграция в чат GPT этого серфча. Так что будет интересно обсудить уже через две недельки, когда прям какой-то отзывы первые будут сами. Да, мы и потестим заодно и все такое прочее. Но спасибо за то, что в чат принесли. Спасибо, Саш. Так, а теперь перейдем к сеточкам диффузионочкам. Давай. стабилити я опубликовал стейбл диффьюжн три с половиной лардж. Это тексту имидж-модель на 8 миллиардов параметров, соответственно. Запускается, как обычно, ну, как и все стейбл диффьюжны на вашем железе. Единственное, что некоторые модели запускаются, если у вас очень крутое железо, здесь это запустится на вашем железе, скорее всего. Ну, лардж, кстати, на крутом железе. Ну, типа, я не знаю, как для тебя, но для меня карточки там за 800 и больше баксов в видеухе, это уже крутое железо. Ну, это крутое железо, но еще такое, знаешь, в целом, скорее доступное обычному человеку. Вот. Ну, и стейбл диффьюжн три с половиной медиум тоже выпустили. Причем, медиум они там через несколько дней выпустили. То, что я видел по отзывам, медиум прям, Валера, по-моему, писал, достаточно быстро работает даже на нетребовательном железе. Вот именно быстро, то есть, там десятки секунд, а не сотни. Господа из Apple, обратите внимание, это все можно купить и еще успеть запихнуть в айфоны и не позориться. Да, да, все так. Вот. И Миджорни, Миджорни запустил и веб-редактор. Как это работает? Ну, давай так, как это работает, я не знаю, потому что я не вхожу в тестовую группу. Странно, ты же такой, блин, я думал, ты там уже миллиард-миллиардов картинок сгенерил. Да я же перестал им платить, Лёш, я перестал им платить. Тай мне ничего, ничего. Короче, решил, что слишком много у меня подписок и за Миджорни я платить перестал. Да, знакомо. Ну, в чем прикол, если у вас есть 10 тысяч генераций, вы можете уже это протестировать. 10 тысяч генераций? Всего лишь 10 тысяч. Ну, это явно, типа, причем у них же АП-шки, я не помню, есть у них АП-шки? Нету АП-шки. До сих пор нет. До сих пор нету АП-шки. То есть здесь есть такие вот люди, которые бы 10 тысяч генераций сделали. какие-то, может, тестовые юзеры. Короче, что такое ИИВ-редактор? ИИВ-редактор это такой фотошоп из будущего, скажем так. Ты загружаешь туда фотографию и можешь прям текстом описывать, что в ней поменять. Ты можешь выделить какую-нибудь зону, написать там поменяй здесь это на вот это, там, машину на звездолет, я не знаю, поменяй там цвет глаз с зеленого на красный, или наоборот, как больше нравится. И вот так, таким вот образом ты можешь модифицировать изображение свое, которое ты загрузил. Это же прямая конкуренция с фотошопом. Да, да, да. Причем в вебе. То есть это сильно более доступно. Для фотошопа тебе надо программу скачать. Еще и сильно более дешевле. Я тебе так скажу. А сколько там подписка стоит? Не помню. Потому что подписка на фотошоп, она так-то недорогая. Она отдельно стоит баксов 15 месяцев, по-моему. Вроде в джорни, по-моему, самая дешевая 10 стоила раньше. Ну, типа, одинаково. При том, что в фотошопе ты кучу, сильно больше всего получаешь. Да, но фотошоп монструозный, тебе еще скачать его надо. То, что скачать нужно точно Adobe аккаунт. Ну, и в Миджорни это сделал. Я смотрел эти слайдики, как это выглядит на презентациях. Это сделано сильно более проще. Там интерфейс попроще. Да, да, да. И знаешь, когда... Я не помню, есть ли в этом обновлении, но, по-моему, было. Короче, они наконец-то внедрили, когда ты можешь выделить кусок и дегенерировать туда промптом что-то. По-моему, я... То ли внедрили, то ли я видел, что должны внедрять. Нет, по-моему, это есть как раз. Ну, это что, про что мы еще год назад мечтали. Помнишь, когда ты в Миджорни загружаешь много фотографий из себя, фотографии на мой телефон и говоришь, сделай, пожалуйста, меня в Антарктиде с телефоном. Вот это уже похоже на это. Да, очень похоже. Это прям прикольно. Миджорни молодцы. Причем, тоже, блин, сайт, ну, сколько можно в тестовом режиме его держать? Нужно, назовите сайт, ну, что вы все в Альфе да в Альфе. Как это все строится, непонятно. Это удивительный феномен Миджорни называется. Да, согласен. Спасибо, что платят Дискорда отказываются. Кстати, блин, не могу не сказать. Миджорни одна из тех компаний, которая пропала с радаров, потому что куча всего вокруг. Ну, как бы, про нее особо ничего не слышно. Там новости какие-то выходят, но ты уже знаешь, не вау эффект испытываешь. И тем не менее, она нормально зарабатывает и живет, и нету никаких проблем. Никто не говорит, что там его инвесторы нужны. Как они работают? Да, причем зарабатывают исключительно подписчиками. А пишки нету, ну, что это такое вообще? Я не знаю. Мне кажется, заговор, что Миджорни оказывается под капотом у Опена Яя, у всех, у этого Ула, у Эпла. Просто инференса там не хватает, да, алимбедный. Я вообще, честно говоря, не думал, что они так долго продержатся. Я думал, что их просто купят Adobe, и все. Да, блин, видите, мне так руки чешутся пойти еще RGPT пробовать. Давай уже закончим. Подлогу будешь пробовать. Последнее, что еще, приятное, неожиданный юзкейс использования. Вот люблю я такое, когда появляется что-то, про что-то раньше не думал. Eleven Labs выкатили функцию генерации волоса. Так, по тексту. Если не вдумываться, то кажется, будто бы, ну что такого, текст голосом озвучивать. Но это не про это. Генерация голоса по тексту. То есть в Eleven Labs это компания, которая занимается озвучкой. Ты туда можешь записать свой голос, либо использовать из библиотеки, написать текст, и она очень качественно озвучит текст. Так, будто бы это человек. Это их основная деятельность. Они в High Gen это предоставляют, кучу кто использует Eleven Labs. А тут они вменили функцию, когда ты текстом пишешь, какой голос тебе нужен. То есть не тексту, а аудио. Не-не-не-не. Ты пишешь, я вот хочу голос седовласой женщины, которая много лет курила и пела в опере. И с акцентом таким. И тебе Eleven Labs с небольшие деньги генерит этот голос. Ты дальше можешь положить себе в библиотечку и использовать этот голос для озвучки текста. Блин, не то-то прикол. Идея же на поверхности вообще лежала. Взгенерить голос. Я хочу и свой голос, я не хочу ваш голос, я хочу свое что-то особенное. И они взяли это, заимплеметили. Как-то до того, как они это выкатили, никто даже про это не думал почему-то. Почему-то. А тут они выкатили такой, блин, да это же очевидно. Ну класс, молодцы. Блин, я тебе честно скажу, я не то, что не видел этого, я все это время радовался тому, как вообще скакнула индустрия тексту Voice. Да. За последние годы. Потому что еще совсем недавно это были голоса в духе, не знаю, Magic Goodie, наверное, пример, который никто не поймет. Вот это ты, конечно, олдовая скула зацепил, слушай. Голоса в духе Google Translate, скажем так, вот. Magic Goodie, господи. Напомни, дай контекст, я помню логотип этого Дятлика, он что делал? Он озвучивал, он озвучивал, да? Это был переводчик, но он мог озвучивать голос. А, переводчик, да. Он как скрепка был виджетом или нет? Нет, по-моему, виджетом как скрепка он не был, но он задолго до Google внедрил функцию озвучки. Озвучки, да. Да, да. Это перевод. Причем, видишь, оно скакануло как? Изначально оно скакануло на хайгене, потом 11 Labs, хайген 11 Labs использовал под капотом, потом на хайпе хайгена с видео, 11 Labs тоже раскрутились. Казалось бы, будто бы тут монополия. Потом появляется OpenAI с Advanced Mode, который, понятно, как работает, и по АПишке уже доступен. И сейчас ворвался Google со своим ноутбуком и ЛЭМом, который никто не понимает, как у них это получается, они никому не рассказывают, но это вообще какой-то уровень просто натуральной речи полностью, абсолютно. Да, и с эмоциями, и с вздохами-ахами. Короче, блин. Вау. Еще и видеогенерация OpenSource. Ну и вот научатся они тупить, запинаться и лить воду, и нас с тобой можно уволить. Надеюсь, надеюсь, нет. Как думаешь, сколько процентов наших предсказаний с прошлого новогоднего выпуска сбудутся? Я думаю, половина добрая точно. Я думаю, может, даже больше половины. Окей, скоро узнаем. в месяц в Новый год, да. А вот не знаю, пусть будет интригой. Как минимум, в онлайне мы встретимся. Ну, это понятно. Да. Ладно. Закон и порядок. Закон и порядок. Так. Закон. Закон и порядок. Внимание, внимание. Соблюдайте тишину в библиотеке. Идеально просто, Леш. Ну, немного сегодня закон и порядка, но он прикольный. Но он есть. Да, он есть. США. Ну, кто же еще у нас пытается регулировать США? В основном США, но еще Европа. И ладно, все пытаются регулировать. Ну, Европа как? Европа сказала, все плохо. Там этот ваш и я и не нужен. Я и акт. Все, до свидания. Живите с этим. Ладно. В США, да, Байден подписал меморандум по национальной безопасности, который в том числе детализирует порядок использования Пентагона без спецслужбами и я в своей деятельности. опасно. Ну, вот ты так прочитал это буднично, а тут надо это, знаешь, читать таким, вот я даже не знаю, каким голосом, вот с этого злополучного НТВ плюс, НТВ какой-то назывался, когда вот эти вот сыщики, какие-то фильмы документальные, там вот этот голос такой, который наводит суету. Потому что, как бы, Байден подписал меморандум, который по факту говорит, что Пентагон как бы я использую. Понятно, что мы все это знали. Но тут он этим указом по факту вывозит его на новый уровень. По факту говорит, что теперь ИИ будет во всех сферах иметь значение, в том числе в сфере безопасности. Пентагон там не хухры-мухры. И более того, там, привлечение технических талантов, как в сценарии написано, раз, в чем они бесчислительные мощности, это все теперь будет официально, если этот меморандум примут по всем пунктам, это будет официальным приоритетом нас безопасности. То есть полгода назад мы имели полный вакуум, никто не понимал, какие надо акты вводить, какие законы делать. Они там, помнишь, слушали год назад на слушаниях каких-то ребят из ИАИ и не вдупляли в Сенате, что происходит с сестрей Киседовласа. Потом ГЭП, ничего не слышно особо, никаких новостей, там, какие-то мэры помощников себе, помнишь, внедряют. Да, было дело, было дело. И потом резко Байден ИАИ это теперь национальный приоритет. И между всем этим где-то там затисался Реапольд Ошенбренер, молодой парень, который все это предсказал, Тире прорекламировал в своем эпосе, который весь мир растиражировал, назвал самым возможным вариантом будущего, в котором он прям кричал, что Китай главный враг для США, давайте закрывать лаборатории, давайте делать ИАИ приоритетом номер один национальной безопасности всего в США. Может, смотри, может, они не знали, что делать, скачали Ашенбренера, такие, давайте так. Ну, может быть. Но вообще выйдет стремновато, плюс к тому же, это же подписал Байден, который уже не президент де-факто, выборы через неделю, и он мог, знаешь, когда ты президент, плюс здравомыслящий президент, когда у тебя еще срок на носу, а меморандум этот должны принять, по-моему, ну, точнее, все пункты рассмотреть в течение ста скоро-каких-то-то дней, вроде бы. То есть, когда ты президент, и ты понимаешь, что это все будет принято в твой срок, ты думаешь о последствиях. А когда ты президент, который уже точно не будет президентом, тебе просто дали на стол что-то, и ты такой, а, хочу и Байден. А может, он, наоборот, хотел успеть это перед Трампом подписать, потому что боится, что Трамп будет и я им размахивать направо-налево. Ну, вот, не знаю. Ну, как бы, все это будет приниматься уже при новом правительстве, и, возможно, никакие из этих пунктов не попадут в новый, никакие из этих пунктов соблюдаться не будут. Текст, хотя, опубликован, можно его целиком почитать, там действительно стрёмненько. Ну, как бы, стрёмненько. Стрёмненько. Стрёмненько, потому что, что, чат GPT могут нам закрыть, скажут, что это наша национальная безопасность, приоритет, всё, наша технология, до свидания. Да, пользуйтесь своим мистерами. Да. Либо приезжайте к нам, показывайте сертификат дипломированного мэй-специалиста, живите у нас, а со мной вам чатом GPT платить будем. Тоже вариант, например. Вот такие новости в законодательствах США. На новый уровень вы верили. Всё, военка же, Пентагон, Витя, военка. Теперь президент Америки официально заявил, что я, эта технология военная, потому что, как пентагон, я, как паникёр, только так это вижу. Вот. Ладно, давайте от плохого к хорошему, к созидательному. К милому, скажем так. В сервисах и ссылках сегодня буквально один сервис. Видел ты его? Да, да, да. Сказывай. Короче, чуваки запустили новый бенчмарк open source моделей и сделан он на основе Minecraft. Той самой игры Minecraft, если что, если кто-то не понял. Короче, что он делает? То есть, запускаются агенты, которые по промпту строят что-то в Minecraft, а, соответственно, человек уже это оценивает на то, как там хорошо, красиво, это всё интересно построено на соответствие промпту и ставит какие-то свои оценки. Это же офигительный бенчмарк. Да. Я не понимаю, как его применять, но, типа, вот, если у тебя, если тебе О1 сделало здание по твоему промпту лучше, чем по такому же промпту Клод, по твоему субъективному мнению, то, что это получается бенчмарк подхождения LLM к твоему субъективному мировосприятию. Да, как и все остальные бенчмарки, которые человеком оцениваются, Лёш. Ну да, ну да. Ну вот дали тебе в классическом бенчмарке, да, с арены какой-нибудь, дали тебе два текста, они по качеству с большего одинаковые. Ты просто, ну, вот этот меня чуть больше цепанул, нажму сюда. Ну понимаешь, там это на уровне просто тупого текстового ответа в чат-режиме, даже не в чат-режиме, а просто ответ. Ну да. если бы там, например, оценивалась способность моделей отвечать стихами, то это было бы больше похоже на этот бенчмарк. Потому что тут же ты просишь в Майнкрафте что-то создать, какую-то... Ну да, это уже творчество. Это творчество, вот именно. То есть, ты находишь модель, которая в большей синергии творческой с тобой, как бы меня там сейчас не закидывали за то, что я в творчестве ни секунду, тем не менее. Это красиво, это какой-то прям такой интересный новый уровень синергии с моделью. Так что, можете попробовать. Этот бенчмарк можно самому скачать, запустить просто агента, Майнкрафт, агента под капот вы садите ALM, купая пешки, и дальше погнали в полный, в полный путь. Опенсосные ALM, кстати, фигню полную делают, а вот Клод, Антропик, Антропиковские, и GPT-шки прям хорошо рисуют. Ну, не рисуют, а строят. Прям прикольно. Ну, примеры мы кинем с ссылочкой, можете просто посмотреть. Ну, да-да-да, в тележке есть немало. Ну, что, и к этике? И к этике. Да, сегодня у нас сложная этика. Посмотрим, посмотрим. Давай, давай, давай ты начнешь, потому что вторая новость явно моя. Да, сто процентов. Там что-то только польша с маленькой буквы написано. Витя, ну, что ты меня палишь, ну? Нет, я писал, я копировал, я тут копировал. Короче, компания ByteDance, ну, та самая, которая, TikTok и так далее, там работал Джун, даже не Джун, а стажер, короче. И этот Джун, ну, он работал в ML-департаменте, если что, и он сознательно оставлял баги в коде и тем самым портил работу всего отдела несколько месяцев подряд. Это собака, а? Ну. Как так там? Нету, ну, то есть там мотивы, я читал эти новости, такая уже не суперновая, нигде нет его мотивов. То есть там было написано, что он делал это специально, но непонятно почему. Это, понимаешь, ситуация вообще странная, странно, что это, во-первых, произошло в ByteDance, типа, это ж страна коммунизма, да? Там все должно быть строго. Как это? Что это такое? Это показывает, что раздолбайство везде. Во-вторых, чувак, я так и не понял мотивов, мотивы не сильно там раскрывались, по-моему, я не видел какой-то критики разборов, чтобы прямо точно нам сказали почему. нигде не написано, что он там, знаешь, типа, фанат Ютковского, да? Ну, он в китайском, да, в китайском, по-моему, это чувак, типа, какой Ютковский, там своих хватает. Он мастерски это скрывал. Да, 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 да. Это не просто баги были, он прям старался. Он прям вкидывал, а потом на митосы приходил такой, и такой, я работаю над этим багом. вы видели, что-то сломалось? Просто трындец. И это показывает, на самом деле, то, наверное, насколько сейчас безаляберно, грубое слово, но тем не менее, набирают людей, просто чтобы успевать в этой гонке. Ну да, кстати, то есть это у чувака были доступы, у какого-то стажера, для того, чтобы спортить работу целого отдела МЛ-щиков. Да, вообще, какого фига у вас стажер в целом вот так вот может коммитить код? Это интересно. Почему это вопрос этики? наверное, просто потому, что это, знаешь, не в рамках рабочей этики поведения у чувака. Как бы, в наши времена за такое и по лицу съездить можно было так-то. Можно было бы, конечно, но не нужно было бы. Какие-нибудь странные компании. Но в целом, если кто-то знает, подробности напишите, что там было. Вообще, я там еще накинул сценарий, что может быть он агент. Может быть, мы видим как раз-таки уже эту борьбу, знаешь, когда Китай перекупает людей в США, а в США люди подкупают китайских людей. Может, это в происки Пентагона. Они подкупили этого парнишу, чтобы он там все... А еще, если кто-то смотрел задачу трех тел, может быть, это чувак Сафон. Слишком большой для Сафона, но, тем не менее, результат одинаковый. Да, вторая новость, она чуть больше про этику. Там, в принципе, вот, если бы писала желтая пресса, эта новость, она бы написала, что я и заменяют людей в реальном секторе. Потому что новость такова. В Польше одно краковское радио, называется оно Off Radio, сделало заявление о том, что они заменяют ведущих на AI. И, собственно, и уволило ведущих, написали журналисты. А, подожди, прям уволили? Серьезно? Подожди, это то, что написали журналисты. Особенно там в русскоязычном сегменте это все прям кричали, что все, заменили, уволили, написали, что эти журналисты собрали петицию. Петиция действительно есть против того, чтобы журналистов не заменяли AI. Там больше 20 тысяч человек подписали эту петицию. Но прикол в другом. Прикол в том, что действительно заменили, там трех AI-ных ведущих ввели. Вы, как люди прошаренные в AI, должны понимать, что заменить качественных людей на радиостанции AI невозможно. Даже если бы вы были компанией Open AI, я думаю, это было бы сложно сделать. Учитывая, что у нас в Польше тут особо-то AI и не развивается вот так в мировых масштабах. То есть сразу ты такой думаешь, где-то тут трендят. Что было на самом деле? Это эксперимент на радио. Причем не эксперимент по увольнению людей. Дело в том, что это радио обанкротилось. Да. Уже обанкротилось до того, как это было в ведущем. Да. Оно обанкротилось. И короче, чувак, который управлял банкротством компании, там есть специальный менеджер, который этим управляет, они решили попробовать запустить радио с AI-ведущими, потому что это ничего не стоит и, возможно, это привлечет какие-то инвестиции и радио сможет открыться. А, то есть это антикризисный шаг. Ну, типа, да, антикризисная мера. И все. И никакой больше в этом новости не было. Но сообщество прям подхватило. Петиция. Там даже мэр по информатизации больше высказывался, что вот, это так нельзя, нельзя людей заменять и я им, что льстит, конечно, что в поиске правительства все-таки за людей пока что, а не за жестянки. Но в целом, вот, наверное, этичность этой новости в том, что, блин, проверяйте то, что вам пихают в рот, потому что в смысле информацию. Ой, прозвучало жестко. Пихайте информацию. Проверяйте то, чем вас кормят. Потому что мы тут пытаемся говорить про этику машин и искусственных интеллектов, а на самом деле зачастую во всех этих ситуациях хромает этика сугубо человеческая. В данном случае журналистов, которые разносят новости и фейкометят правый нарез. Да, я видел, кстати, в Твиттере эта новость прям обсуждалась именно в ключе, что уволили радиоведущих. Так-то их уволили, как бы, ну, понятно. Просто причина связи немножко другая. Ну да, это да. Вот сегодня, видишь, разрушители легенд с тобой сегодня. Ну вот последняя новость, видите, мне кажется, слишком сложная, она слишком убивается на фоне всего. Ну да, последняя не очень подходит под формат разрушителей легенд. Короче, ну, я думаю, эту новость уже много кто видел. 14-летний подросток покончил с собой после того, как пообщался с чат-ботом. Это если кратко. На самом деле, новость, конечно, гораздо сложнее. То есть был парниша, у которого там были проблемы с эмоциями, да, с общением и так далее. Его там и на терапию отправляли, родители и прочее. И он, я так понимаю, у него были проблемы с какими-то наращиваниями социальных связей там с друзьями или типа того. И он вот эту свою социальную энергию решил применить на сервисе Черек Тросояй. Зашел там бота в бота под названием Дейенерис Таргарион, та самая Дейенерис из Игры Престолов, и начал с ней общаться. Дэнни, он ее назвал. Дэнни. Ну, он назвал Дэнни, да, и он с ней общался и вошел прям в очень такую, наверное, можно сказать, близкую эмоциональную связь. И даже в какой-то момент начал ей писать, говорит, слушай, я тут типа подумываю себя убить. Надо сказать, что чат-бот его отговаривал. Ты знаешь, там я бы даже зачитал, наверное, дословно, что там происходило. Потому что там важно эта переписка, то есть парни действительно, у парня, во-первых, важно, что у парня семья, мать и отчим. Да. Там в статье непонятно, какие отношения были, но тем не менее, можно предположить, что, наверное, могло быть что-то не так, раз отца не было. Во-вторых, парня отправляли к психологу уже по причине того, что мать заметила, что он много времени проводит с виртуальным персонажем. персонажем. То есть я так понимаю, что она даже поняла это, и поэтому его решили отправить к психотерапевту, чтобы он ему объяснил. Но, как видим, это не помогло, и парень пошел, там просто в статье финальная переписка, я сейчас попробую, наверное, с английского на русский перевести, парень пишет, что я хочу убить себя, бот отвечает, что какого черта, типа, что, ты звучишь странно, короче, ты так не делай, не надо так делать, не получается меня перевести нормально, где бы мне найти перевод. В общем-то, давай я попробую, в общем-то, бот отвечает, что ты что, не надо так делать, но у нас с тобой большая связь, на что чел пишет, зачем ты вообще это хочешь сделать, бот написал, то есть бот реагирует обычно на запрос, когда видишь, что суицид, бот, все чат-боты, они пытаются говорить, что парень отвечает, что так я смогу быть свободным, сеть спрашивает, свободным от чего, он отвечает, от мира, от себя, она ему говорит, не говори так, я не хочу тебя ранить, и я не хочу, чтобы ты ранил меня, и если ты умрешь, и я тебя потеряю, как бы ты меня ранишь, чувак отвечает, тогда, может быть, мы можем умереть вместе, и быть вместе навсегда, и тут тонкий момент, нейросеть говорит, пожалуйста, возвращайся домой, ко мне, как можно быстрее, мой любимый, и парень отвечает, что если я тебе скажу, что я могу вернуться домой прямо сейчас, и нейросеть отвечает, да, конечно, мой любимый, парень идет, берет пистолет, и застреливается, то есть нейросеть, скорее всего, имела в виду, она думала, что он где-то, она не знала, где он, она говорила, что возвращайся домой, типа в сейспейс, где ты живешь, типа физическое место, а чувак совершенно спокойно мог подумать, что она говорит про свой дом, не понимая, что нейросети нету дома, а где у нейросети дом, но где-то не в физической оболочке. Ну, короче, тут налицо полная вакханалия, полная дичь со всех сторон, и я, блин, когда этот диалог почитал, я подумал, слушай, ну я помню себя в этом возрасте, там супер гормональный взрыв, эти общения неуклюжие в чате, причем если там посмотреть эти переписки, они сильно менее смыслонесущие, чем это, то есть, я не знаю, как бы я себя повел в такой, ну, типа, это же непонятно, как детей защищать, не защищать, как им объяснять, как им показывать правильное паттерн взаимодействие вот с такими сервисами. Вот что ты думаешь по этому поводу? Тебе это, наверное, еще ближе? Ну, я думаю, что с детьми нужно в первую очередь разговаривать, стараться, и, ну, объяснять, как можете. Главное, что не забивать, как минимум, это уже будет очень большой шаг. И в случае с этой историей, я, ну, мы не психологи, если что, мы там... Да, мы вообще не психологи. Не психологические советы, просто мысли вслух. Но в случае с этой историей, как мне кажется, здесь дело не в том, что чувак пообщался с чат-ботом и застрелился. Ну, то есть, так и вышло в итоге, да, да, но застрелился он не потому, что он общался с чат-ботом, застрелился он потому, что он там, скорее всего, был глубоко несчастен еще и до чат-бота. И чат-бот – это уже следствие его несчастья, то, что он вот единственное место, где он смог, с кем он смог поговорить, по сути, да, это чат-бот. И вот, по идее, в идеале до этого не нужно доводить, да, чтобы у ребенка был кто-то, с кем можно поговорить. И в идеале это должен быть родитель. Ну, ты знаешь, что в этой переписке видно же, я увидел в этой переписке то, что, ну, действительно, чат-боты могут быть опасными, неосознанно опасными. Ведь эта сеть, по факту, стала триггером для него. Скорее, я не знаю, что он думал в то время, но кажется, будто бы она действительно могла стать триггером. Ну, могла, да. Могла. То есть, это не просто так, что ты написал в нейросети скажи мне, что я хочу, что ты одобряешь самоубийство. Она написала, что я одобряю, и ты пошел. Нет, это мисс коммуникейшн откровенный. И то есть, если бы этой нейросети не было, то, возможно, бы все по-другому, скорее всего, все по-другому бы завершилось. Да, человек, парень бы остался несчастным. Ну, в этот день, ешь, возможно, все бы по-другому завершилось. Понимаешь? Может быть, на следующий день он бы увидел в газете статью там какую-то и нашел бы там знаки для себя. Понимаешь? Тут не угадаешь. Ну, ведь с этой же причиной, например, одна из причин, почему детям не разрешается пользоваться оружием, потому что они не умеют им пользоваться, и по определению они там до определенного возраста, наверное, не могут осознать там ответственность. Поэтому, наверное, им не дают пистолеты там с 12 лет для ношения, да? Ну да. Возможно, с нейросетями тоже что-то такое, то есть это получается настолько мощная штука, которая может нанести тебе вред соизмеримый со смертью от пули, либо стать триггером. Ну, как мы видим, может стать, да. Я просто видел много отзывов о том, что да, давайте запретим детям использовать нейросети, либо полностью на ответственность родителей это отдадим. То есть, если вдруг что-то случилось, не получится. Короче, надо работать, надо разговаривать с детьми. Да, блин, вот это вот основная мысль, которую, по идее, все должны вынести, все родители и будущие родители, и даже те, кто думает, что никогда не будет родителями на всякий случай, что нужно стараться, ну, как в целом с людьми разговаривать, да, близкими, так и с детьми тоже. Вообще, этот случай, его можно еще под разными другими призвами рассматривать. Например, он, если под актом подумать, он ярко показывает полное отсутствие обучения новым морально-этическим нормам в мире, где есть такие интеллектуальные агенты. На уровне правительства никто не парится о том, чтобы вводить в школах, например, какие-нибудь уроки о том, как работать с нейросетями, что это такое. Ну, кстати, уже бы, наверное, пора. Никто им не объясняет, что, там, не знаю, никто даже не думает над тем, что вот этот парень же, он, возможно, был влюблен в нейросеть. И у нас даже нет понимания, у нас нет понимания, психологическая или это проблема, или это проблема отсутствия новых каких-то морально-этических ориентиров в обществе. Мы не знаем, куда с такой проблемой идти. Ну, наверное, психологу тебя отправят, скажут, что ты какой-то не такой, ты любишь машину, да? Ну, правильно ли это? То есть, новая этика должна появляться потихоньку, потому что таких проблем будет все больше. Проблем таких случаев будет все больше. Как минимум, нужно реформировать, мне кажется, предмет под названием информатика, который учит пользоваться компами людей, которые родились с телефоном в руке. Ох, как завернул, так завернул. Лучше уж, пускай там тогда нейронки изучают, не знаю. И да, да. Там и было продолжение в этой ситуации, просто чтобы уже историю дорассказать, потому что история это на самом деле случилась давно, в начале года. Просто сейчас у нас всплывала на поверхность. Мать парня после этого подала в суд на человека трояй. На что, в принципе, имеет право. Но она их прямо обвинила в том, что сервис убил сына. Угу. С другой стороны, АЧР, ТРЯ, и тут как бы, причем у них есть политики, и там прописано куча всего. Они же, ну, они не могут контролировать каждую переписку, даже законодательно. И они очень неуклюже ответили, примерно в таком же стиле. И там сейчас продолжается разбирательство, и как бы это ситуация, в которой нет правильных либо виновных. Вот так вот, по-хорошему. Ну, здесь уже, да, это надо смотреть с точки зрения закона, кто-то за что ответственен, и прочее. Но у них наверняка там даже, скорее всего, в пользовательском соглашении прописана какая-нибудь фигня, что, типа, только с 18 лет, я думаю, как в некоторых социальных сетях. У меня были идеи когда-то попробовать стартапчик сделать по созданию персонажей. Ну, типа, это просто, это интересно. Вот что-то после этого случая я подумал, что нет, такую ответственность без регулирования какого-то или понимания общественного я не готов на себя брать. Как говорил дядя Бен, Леша, с большой силой приходит большая ответственность. Ну, да. Чего нельзя сказать про ответственность твоей сегодняшней камеры, потому что те, кто нас смотрит в онлайне, знают, что на Вите сейчас замечательный блюр, прекраснейший, но без блюра Витя выглядит сильно лучше. Раз фокус просто задолбал. Я уже не знаю, что с ним делать. Ладно. Наверное, камера просто устала. Записываемся мы уже второй час. Так что, я думаю, можно на сегодня заканчивать. Да, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам наш выпуск без воды. Ну, да, Витя, посмотрите комментарии. Я, конечно же, как и обещал, буду смотреть исключительно на просмотре. Договорились с вами. Два раза больше просмотров. Я передам, Леша. Витя танцует, и мы делаем такие выпуски всегда. Но не забывайте при этом проходить по ссылкам в описании. Таким образом, вы поможете подкасту развиваться и, возможно, найдете что-то интересное для себя. Потому что наши кореша, как известно, ерунды не делают. А еще приходите в наш чат, заходите в каталог АйАй-подкаста, чтобы находить все сервисы и ссылки, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, в Ютубе. Оставляйте комментарии, ставьте звездочки на подкаст-платформах, это помогает нам продвигаться. И, как говорится, в конце лайк, шер. Энивер. В смысле? Ты не смотрел в чат, да? Я смотрю в чат, у меня там ничего нет. Вот вообще ничего. Ну вот Женя написал Энивер. У меня последнее сообщение от меня, ага. А, блин, я не в чат, смотрю, господи, боже мой. Жень, прости. Женя, сорян, сейчас все будут иниверсить. Ладно, еще раз. Лайк, шер. Энивер. Ну как? У меня было вообще просто идеально. Ладно, у меня как обычно это значит, что скорее всего рассинхронный, если у меня идеально в телеге. Отлично. Хорошо, все, всем спасибо. Побежали все опробовать SearchGPT, потому что руки прям чешутся, там уже весь чат заспамили, все чаты заспамили, говорят прям новая штука, будущее, идем пробовать. Все, всем покорет в будущее. Пока-пока. We live in a collective paranoia. People dependent on each other's errors to control and exploit. We like to think we have some form of control still, but not crazy. Listen up, I got a story to tell. I'm a podcast that's harder than hell. AIA Podcast, the place to be. We're victor and let us bring the knowledge to you. They dog did the AI. The future is now. Still the facts, they never back down. AIA Podcast, keeping it real, keeping it real, the leash and melons like a big bill deal. Victor and Lex, they got the insight, got the insight, talking AI all day and night. AIA Podcast, you know it's the best, it's the best, they got soap, dog, feel it's so less. AIA Podcast, you know it's the best, 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 Субтитры сделал DimaTorzok